Добрый вечер, добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые жители Омской области, дорогие зрители 12 канала. В прямом эфире программа «Диалог с губернатором», а это значит, что в нашей студии в прямом эфире главное действующее лицо, глава региона, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков. Александр Леонидович, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый вечер, Александр. Пока мы готовили программу, вопросы можно было передавать по электронной почте через сайт канала. Даже традиционной почтой поступали вопросы, и к настоящему моменту свыше 450 обращений уже поступило в адрес нашей программы. Именно поэтому здесь сегодня в студии находятся и члены правительства Омской области, министры, руководители ключевых управлений, мэр города Оксана Николаевна Фадина. А на видеосвязи с нами находятся главы всех районов Омской области. Но и это еще не все, по традиции, поскольку прямой эфир работает, многоканальный телефон, наша горячая линия. И я подсоединяю к нашей работе колл-центр, где Владимир Мутовкин расскажет, как обстановка на сегодняшнюю минуту. Добрый вечер. Мы в полной боевой готовности, и даже более того скажу, за некоторое время до начала эфира, подключив наши телефоны, услышали, что зрители готовы задавать вопросы без остановки. И к тем вопросам, которые были заданы уже до того, как началась передача, как видите, наши операторы принимают целый вал звонков. Но что-то мы успеем озвучить в эфире, я надеюсь, мы сделаем это обязательно, но чуть-чуть позже, Александр Александрович, вам слово. Ну что ж, звонок, естественно, бесплатный, телефон на экранах будет, поэтому можно звонить, задавать свои вопросы для прямого общения с руководством региона. А сейчас я предлагаю вспомнить нам всем вместе вот последние недели той энергичной жизни, которой, собственно, и живет наш регион. Смотрим сюжет. 9 октября 2017 года. Этот день стал особым и для Александра Буркова, и для Омской области. О решении, которое принял Владимир Путин, рассказывали в своем эфире все федеральные каналы. В Кремле президент провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Александром Бурковым. Он стал временно исполняющим обязанности главы региона. Уже через день, выступая на официальной церемонии представления, а теперь в новом статусе, Александр Бурков озвучивает задачу, над которой он в первую очередь намерен работать в должности главы региона. Это рост реальных доходов населения, создание условий для молодежи, чтобы она не уезжала, а оставалась и самореализовывалась в Омске решение экологических проблем. Работы хватит всем. Сегодня самое главное, чтобы бизнес, когда богател, он богател вместе с регионом, вместе с народом своего региона. Буквально первые две недели работы нового руководителя области показали, для него нет мелочей. Стиль Александра Буркова во всем разбираться лично. Вот на субботнике он неожиданно отклоняется от намеченного маршрута и просит навести порядок вблизи детского сада, где обнаружил мусор и открытую теплотрассу. Во время поездки в Тару глава региона идет в центральную районную больницу, которой в плане его визита в северный город не было. Здесь Александр Бурков интересуется у пациентов ценами на лекарства, пытается записаться на прием к специалисту. Такие проверки – его способ получить объективную информацию о состоянии дел в той или иной отрасли. Если не будет сигналов от общества, от простого человека, то, наверное, замкнется и правительство, и другие государственные и муниципальные служащие. Этого не должно быть. За время работы в должности временно исполняющего обязанности губернатора Александр Бурков провел целый ряд важных результативных переговоров. Так, после его вмешательства сотрудникам мостовика наконец-то выплатили заработную плату. Увеличить ее в следующем году планируют бюджетникам за счет тех средств, что после переговоров с главой региона федеральный центр выделил Омской области. А речь идет о дополнительных 8,5 миллиардах рублей. Самое главное, чтобы эти деньги эффективно были потрачены в следующем году, и мы могли все-таки сформировать бюджет развития. Не просто их проесть в следующем году, а надо заложить вот, я не знаю, те камни, которые позволили сделать прорывные экономические проекты, в том числе социальные. Льготы для многодетных семей, работников культуры, все это уже заложено в бюджете на следующий год. Как и финансовая поддержка областного центра у Омска, теперь новый мэр. Достойный кандидатуры на этот пост Александр Бурков обсуждал с представителями самых разных сфер. Выбрали человека из команды губернатора Оксану Фадину с расчетом на то, что разногласия между городом и областью уйдут в прошлое. Вообще, что касается кадровой политики, здесь Александр Бурков занимает жесткую позицию. Как пример, громкая отставка руководства Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий, которая допустила отмена вечерних рейсов из-за долгов Омск облафтотранса. Это же не шутка. Человеческие жизни в зимний период, брошенные на дорогу, вдумайтесь, 20 тысяч человек, это дети, которые не попали в больницу. Старики, это люди, которые стояли на морозе и не понимали, у них даже не было понимания, будет транспорт или не будет. Александр Бурков успел продемонстрировать и свою открытость. К нему обратились общественники, выступающие против незаконной вырубки леса, дольщики, которые годами ждут свои квартиры. Принципиальная позиция главы региона по ряду важнейших вопросов позволяет надеяться, что проблему удастся сдвинуть с мертвой точки. Александр Леонидович, в СМИ, конечно, много пишут и о том, что вы путинский назначенец, общественность, жители и в обращениях к нам в редакцию, конечно, связывают существенные надежды на улучшение жизни с вашим приходом, с появлением, с той политикой, которая проводится. Но я бы хотел начать с такого журналистского, может, немножко провокационного вопроса. А что Владимир Владимирович сказал вам за кадром в тот день, 9 октября, что не попало в выпуске новостей? В первую очередь президент отметил потенциал Омской области, который есть, и несоответствие этому потенциалу уровень жизни в регионе и экономические показатели. Вот это расхождение, это дисбаланс, да, при том, что у нас сильный промышленный, аграрный регион, да, там с хорошим, самое главное, человеческим потенциалом, да, вот. Но на выходе результат не такой высокий, как рассчитывает, видимо, президент, как рассчитывает сегодня правительство России. В том числе, значит, коллеги обсуждают, как безусловный плюс, то, что вы, ну, как принято говорить, варяг, то есть человек, который мог посмотреть со стороны незамыленным глазом на нашу жизнь, на проблемы. Вот ваша первая реакция от того, что вы увидели, ваши ощущения, насколько это разошлось с тем, что, может быть, вам кто-то рассказывал об Омске? Ну, Александр, безусловно, когда я выезжал в регион, я посмотрел в СМИ, что публикации посмотрел в интернете, и когда я приехал, я увидел совершенно другой город, другой регион, другую землю, да. Как бы кто ни писал, что все плачевно и тяжело, да нет. Но Омск – это город солнца, понимаете, первое, что бросилось в глаза, вне зависимости вы, эта ценность, сегодня, может быть, живущие люди постоянно этого не замечают, да. Но солнце, оно и в летний период, и в зимний, это прекрасно. Если вы сегодня приедете в Москву, вот в зимний период, вы вообще солнца не увидите. Но, а самое главное, здесь многое было сделано. И еще раз говорю, президент правильно оценил, здесь колоссальный потенциал, экономический и человеческий. Ну, вдумайтесь, у нас на Омской земле это вот трудолюбие, да, оно передавалось на генном уровне. Те люди, сегодняшние дети войны, которые стояли у станков в Омске и ковали оборону, да, Советского Союза, когда станки ставились в чистом поле, не было ни крыши, ничего, а уже производилась готовая продукция. Вот, сегодня это поколение этих родителей, понимаете. Поэтому у нас самый главный потенциал это человек, вот со своим трудолюбием, со своим патриотизмом, если хотите, со своими амбициями. И это сегодня надо раскрыть. Даже в Столыпинские времена, когда сюда ехал народ, на Омскую землю, ну, давайте говорить честно, ехали самые смелые, самые добротные, да, хозяйственники. Вот, ну, может быть, ну, пассионари, в любом случае это были пассионари. И вот этим надо гордиться, это надо ценить, и за счет этого мы сделаем прорыв. Ну, то есть унылость, она не в реальной жизни, а в головах? Да нет, она, мне кажется, в головах, в строках, там, этих, статей каких-то журналистских. А в головах-то нет, сегодня люди живут, посмотрите, сегодня при том минимальном количестве удобрений, даем все равно неплохой результат по зерну, да. При том, что работаем не на самой лучшей технике, имеем результат. Сегодня, если взять область медицины, да нам есть чем гордиться. Мы выиграем, там, по, я не знаю, там, по вопросам кардиологии. То есть операции по разным направлениям, онкология одна из сильнейших. То есть, на самом деле, тут можно чем гордиться. Более того, я вам хочу сказать, как человек, который родился в старопромышленном регионе Свердловской области, сегодня оборонная промышленность, она сохранилась достаточно на высоком уровне. И материальная база еще сохранилась, да. И более того, она за этот период даже развивалась. Придите сегодня на прогресс. Там совершенно новейшее оборудование. Сегодня производят те вещи для оборонки, которые не делают ни Соединенные Штаты, там, ни Германия, ни Англия. Тут есть показатель. А уровень сегодня, как сказать, подготовки профессиональной, инженерного состава, рабочего, он достаточно высокий. Я со многими уже директорами пообщался. А вы знаете, что сегодня, как правило, директора вертикально интегрированных компаний, куда входят оборонные в основном заводы, они перемещаются. Здесь поработали три года, потом на другой завод пять лет. И у меня был первый вопрос. Я говорю, ну вот расскажите, как люди? Он говорит, знаете, вот интересный факт. Здесь, говорит, люди, они своеобразны в чем? Им, говорит, не надо разжевывать задачи. Вот ты им поставил, что надо решить такой-то узел, да, разработать. Все, они к тебе приходят, завтра несколько раз предложение приносят. И они уже сами все это разработали и предложили. Под них не надо писать инструкции. И это не только инженеры, это и рабочий класс такой же. То есть тут совершенно другое мышление. Они более как бы активные. Ну просто пиарить надо их как-то продвигать. Ну об этом молчат. Но вот я еще раз говорю, директорский корпус на это обращает внимание. То есть они считают, что здесь специалисты намного выше, чем, допустим, в центральной полосе или в ряде других территорий. Хорошо. Вот к вопросу про унылость в головах. У нас идет параллельно прямая трансляция и в социальных сетях, и в том числе в популярнейших омских пабликах ВКонтакте. И мы хотели такой еще провернуть онлайн-трюк, скажем так. В течение программы у нас будет идти голосование. Собственно, нет. Кстати говоря, это у нас еще часть вопросов, которые постоянно идут, выводятся на экраны бегущей строкой. А вопросы вот какой. Ну, конечно, провокационный, что же делать. Связываете ли вы свое будущее с Омской областью, спрашиваем у наших зрителей. И предлагаем три варианта ответа. Однозначно да, потому что это моя родина. Нет, уеду, как только смогу. И да, если что-то изменится. Звонок бесплатный, ничего говорить не надо. Вы позвонили, ваш голос засчитали. И, Александр Владимирович, вот из сюжета, конечно, очень важный момент, который хочу попросить вас отдельно отразить. Это то, что журналисты называют федеральной проходимостью. То есть буквально в считанные дни после назначения вы выбили 8,5 миллиардов рублей из федерального бюджета для региона. Причем, по-моему, это крупнейший результат среди других субъектов федерации. Первый. Вот смогла ли Омская область выйти из того финансового кризиса, о котором нам рассказывали коллеги? И хватит ли в следующем году денег на нормальную жизнь? И, поскольку я понимаю, часть из этих средств как раз это своеобразный бюджет развития. Вот немножко об этом хотелось узнать. То, что сегодня 8,5 миллиардов мы получили дополнительных средств федерального бюджета, это как раз подтверждает мои слова о том, что президент сегодня верит в Омскую область и в ее потенциал. Именно под это он и дает сегодня средства для развития региона. Именно президент Владимир Владимирович Путин настоял на дополнительном выделении регионам 104 миллиардов рублей. Вот из этой суммы мы получили первые. Если брать соседей, у нас там за нами, наверное, следующие идут. Это Новосибирская область, они получили чуть больше миллиарда. Остальные и того ниже. В 8 раз меньше. Остальные и того ниже. Но для нас сегодня очень важно. С одной стороны, я сразу могу сказать, что эти деньги не решают всех проблем. У нас сегодня колоссальные долги в общественном транспорте, в вопросах строительных. У нас проблемы с дорогами и многое другое, куда сегодня необходимо направлять средства в оперативном даже порядке. Мы вот в ежедневном мониторинге, я ежедневно читаю информацию о происходящем в районах. У нас то здесь прорвет водовод, то здесь остановится котельная. Здесь, хочу сказать, эти средства сразу все дыры не залатают. Но кроме латания дыр нам важно, чтобы мы все-таки сформировали какой-то бюджет развития. Да, мы сегодня с Минфином вместе запланировали 4 миллиарда на бюджет развития, которые будут вложены в ключевые какие-то вещи. Это вопросы сельского хозяйства, к примеру, или вопросы развития медицины каких-то, или там сферы правоохранительных органов, спорта, культуры, образования. Здесь каждый сегодня министр дает свои предложения. Важно, чтобы рубль, вложенный в 2018 году, дал нам результаты, к примеру, в 2025 году. Понимаете? Не важно проезд сегодня. Мы должны думать о перспективе, о том, что получат наши сегодня ребята, которые еще, может быть, учатся в школе. Да, куда они завтра пойдут учиться, какое у них будет медицинское обслуживание, и самое главное, будут ли у них рабочие места. Поэтому вот эти средства я все-таки предлагаю депутатам, предложил, и было уже первичное обсуждение, куда направлять деньги в районах, в селах и в том же городе Омске. Хорошо. Ну, районы активно участвуют в нашей программе, как я и сказал, и главы районов у нас на видеосвязи, и очень много вопросов из районов. И один из них из Марьяновского района нам по скайпу даже записал наш зритель. Поэтому смотрим и слушаем. Добрый вечер, Александр Леонидович. К вам обращается житель деревни Усовка, Марьяновского района, моя фамилия Сибеков. Я обращаюсь от имени жителей всей деревни. У нас проблема, значит, в 2014 году мы по программе газификации попали, значит, нам должны были провести в деревне газ. Нам, в федеральном бюджете, выделили 11 миллионов рублей, а более миллиона рублей собрали жители самой деревни. Вот сегодня, 2017 год, газа нету. Ну, 12 миллионов рублей закопать в землю, и мы взяли кредиты, вложились. Здесь 80% населения взяло кредиты. И сидим теперь, нет у нас ни газа, ни угля, ни дров, ни денег нету. Помогите, как новый губернатор, мы на вас очень надеемся. Спасибо. Мухаммед, спасибо большое за вопрос. Я тогда хотел бы, чтобы включили главу Марьяновского района. Антолий Иванович, можно? Антолий Иванович, слышите меня? Сейчас нам дадут его. Это он, Геннадий Иванович. Антолий Иванович, слышно меня? Я слышу, Александр Иванович. Добрый вечер. Добрый вечер. А скажите, у нас что произошло? У нас же там выделены деньги на газификацию. В чем тормозит? На газификацию деньги были выделены в прошлом году, все деньги были освоены. И в этом году, потому что газопровод строится в течение двух лет по программе, по федеральным областным деньгам. На сегодняшний день все деньги освоены, газопровод построен, идет сбор исполнительной документации для того, чтобы в ГАЗ-то не получить положительное заключение, оформить его, ввести в эксплуатацию, оформить собственных и передать уже на эксплуатацию эксплуатирующей организации. Поэтому все, что предусмотрено федеральной областной программой, все исполнено. Так, Антолий Иванович, ну я понимаю, с учетом праздников, но в феврале-то мы подключим? Жители? Ну, мы будем стараться для того, чтобы в феврале уже газ там был, потому что сейчас нужно все выполнить. Это объект опасный, поэтому нужно все провести, как положено, с документацией, не только чтобы газопровод был построен, но чтобы документы были все в порядке. Поэтому все идет в плановом порядке, все идет согласно контрактам, контрактам, который был отыгран в сроке, не нарушены. Так, Антолий Иванович, понятно, давайте на будущее. Вот смотрите, о чем говорит сегодня Мухаммед. Жители отказались от дров, получается, кто-то не заказал дрова на зиму, надеялись, что им подключат газ. Они сегодня сидят и без дров, и без тепла. Поэтому надо приложить все усилия, и я прошу Министерство строительства тоже в этот процесс включиться. И если надо, со стройнадзором поработать, чтобы мы в феврале могли людей тогда подключить. Хорошо, Антолий Иванович? И ко всем главам большая просьба, если и к Минстрою, если мы что-то строим и обещаем, а люди под это собрали деньги, как говорят, взяли кредиты, отказались от закупки дров на осенний период, и остаются без печного отопления и без газового. Вот этого нам, коллеги, допускать нельзя. Это очень важно. Если мы пообещали к такой-то дате, мы кровь из носа должны это реализовать, а не подводить людей, тем более, в зиму. Хорошо, коллеги? Ну, на самом деле, по газу вопросов очень много. Тут у нас в кадре и Омский район мелькал, Галина Шабанова из Строицкого спрашивала, есть обращение из нового омского поселка. В общем, все спрашивают, когда проведут газ. Я хотел бы обобщить, Александр Иванович, но ведь все видели и знают, что у вас совсем недавно очень такая серьезная, мощная встреча состоялась с руководством Газпрома, и, в общем-то, тоже, так сказать, с победой вы вернулись. Ну, некая победа есть, согласен. Мы с Алексеем Борисовичем Миллером долго общались, диалог был такой непростой, но я считаю продуктивный. Председатель правления Газпрома Алексей Борисович нас услышал, и это касается, в первую очередь, программы газификации, я говорю, для всех жителей Омской области. В планах стояло 250 миллионов, Газпром должен был инвестировать в программу газификации на 2018 год. Мы договорились увеличить 4 раза, то есть до миллиарда 80 миллионов. То есть 4 раза мы можем больше сделать сетей, и теперь очень важно, чтобы мы грамотно эти средства направили, и, ну, как сказать, в установленные сроки довели все-таки до жителей нашей газопроводы. Вот это важно. Это один из вопросов, который удалось решить с Газпромом. Более того, второй вопрос, который касался экологических выбросов в городе Омске, в атмосферу еще весной, и мы сегодня в этом направлении продолжаем работу. Уже у Министерства природных ресурсов есть предложение, но в том числе я попросил у Алексея Борисовича выделить 20 миллионов рублей на приобретение передвижной лаборатории, современной, которая может там сотни элементов сразу анализировать и выдавать уже информацию. Для того, чтобы у нас не было такого, как было весенний период, когда весь город задыхается, а мы по сей день не знаем, кто был, как и зачем это произошло. Вот здесь был найден, считаю, консенсус. Кроме этого, надо не забывать, Газпром сегодня строит улицу Ленина, ну не строит, реконструирует и ремонтирует сегодня юбилейный мост. Я думаю, что к осени это будет открыто. Плюс к этому достаточно большие средства направляются Газпромом в детскую спортивную хоккейную школу «Авангард». И я считаю, это для Омска имеет большое значение, потому что в этом случае клуб «Авангард» будет подтягивать ребятишек с соседних регионов. Там своя школа-интернат на 300 с лишним мест, по-моему, у них номеров. Поэтому ребятишек будут приглашать одаренных хоккеистов со всех регионов. А это опять некая точка притяжения. То есть сюда будут приезжать люди со своими мамами, со своими родителями, которые будут здесь тратить средства и работать. И ребята уже будут играть во благо Омской области. Поэтому здесь, мне кажется, диалог с Газпромом найден. Мы работаем. Более того, второй момент хочу заметить. Министерство финансов подтвердит. Мы порядка на 2 миллиарда рублей получили сегодня в бюджет по 2018 году, чем планировали получить от Газпрома. То есть еще дополнительно. Да. Ну, с ними были переговоры предварительно еще в октябре месяце. И здесь Газпром идет навстречу, оказывает поддержку, скажем, в социальных вопросах. И в том числе мы видим рост налоговых платежей. Это важно, я считаю, с учетом того, что это одно из ключевых предприятий нашей области. Александр Владимирович, ну, жителям нашим настолько понравилось, как вы поставили задачу по Марьяновскому району, что поступило обращение теперь из Тюкалинского. Жители Валуевского, Троицкого и Никольского поселений обращаются к вам за помощью. Просят включить строительство внутрипоселкового газопровода в программу газификации Тюкалинского района. Значит, здесь надо все заявления, которые придут, даже вам по телефону, мы готовы взять в работу. И сейчас мы как раз приоритетные направления газификации определяем в программе. Поэтому это будем учитывать. То, что касается внутрипоселкового, здесь у нас, я насколько понимаю, Владимир Станиславович, есть ограничения. Да? Поясните, пожалуйста. Действительно, если говорить про северных районах, у нас строится за счет Газпрома, строятся магистральные газопроводы. За счет синхронизации программами сельхоза и нашей программы мы строим и внутрипоселковые, и межпоселковые газопроводы. То здесь мы можем спокойно с вами включать в комплексе с программой Газпрома и нашей областной. Александр Александрович, мы синхронизируем эти действия. Хорошо, договорились. Ну, я еще раз, подтверждая то, что сказал руководитель региона, хочу обратить внимание всех наших зрителей. Каждый вопрос, даже тот, что не прозвучал в эфире, тот, что не прошел как бегущая строка, не появился на экране. На все будут даны ответы, потому что все они переданы будут в управление по работе с обращениями граждан. Поэтому ни один вопрос без ответа не останется. Ну, а я снова хочу подключить наш колл-центр, потому что звонков очень много, и пришло время послушать и пообщаться с живьем, с нашими зрителями. Да, мы продолжаем принимать звонки от наших телезрителей, жителей Омской области. И, как верно замечено, все звонки потом будут переданы в аппараты губернатора. Поэтому не забудьте приготовиться, назвать свое имя, фамилию, отчество и координаты, чтобы вам потом пришел ответ. Ну, а я предлагаю сейчас послушать один из звонков, который мы получили. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представляйтесь и свой вопрос губернатору задавайте. Добрый вечер. Омск. Лариса Юрьевна, я садовод. Меня интересует, сохранится ли льгота по оплате электроэнергии для садоводов? Спасибо, Лариса Юрьевна, за ответ. Садоводов у нас, если мне не изменяет память, порядка более 200 тысяч сегодня садовых участков. И действительно, это широкий круг наших граждан. Хочу сразу сказать, льгота сохранится. Садоводы будут платить с учетом коэффициента сельской местности. Минус 30% от платежей в городе. Это сохраняется. Это вот буквально сегодня на заседании законодательного собрания мы с депутатами снова эту тему обсуждали. Обсуждали в правительстве, были бурные споры. Но, тем не менее, мы эту льготу сохраняем. Спасибо. Как было замечено, мы не только на телефоны принимаем звонки, интернет, почта. И вот один из таких вопросов я хочу сейчас прочитать. Алена нас спрашивает. Подскажите, пожалуйста, как распределяется очередь на земельный участок? Почему она так медленно движется? Поясните, Владимир, на земельный участок для кого? Для многодетных семей? Для многодетных семей, для распределения, да, распределение для многодетных семей, это всегда больной вопрос. Почему медленно движется очередь, когда люди уже встали на учет и дожидаются? Порой бывает такая ситуация, что возраст детей уже подходит к совершеннолетию, и вроде как земельный участок уже не полагается. Что сделать с этим? Понятно. Значит, этим вопросом сейчас озабочены. У нас действительно большое количество очередников. Если только, по-моему, по Омску, у нас стоит порядка четырех с половиной тысяч в очереди, а выделили всего одну тысячу. И если в Омске мы видим, что нету земли, так, и вот нам пришлось даже общаться с Министерством обороны, чтобы там выделить земельные участки в городской черте. И Минобороны Шойгу пошел нам, министр обороны пошел нам навстречу, согласовал передачу земли Минобороны, муниципальную собственность. И мы там будем размещать многодетные, предоставлять участки многодетным семьям. Но вот то, что у нас сегодня буксует, к примеру, эта программа предоставления земли в муниципальных районах, мне, честно говоря, непонятно. Эти вопросы у меня остаются, я их задавал. Я посмотрел даже Одесский район, по-моему, у нас за год не предоставили ни одного участка. Хотя в это же время мы видим, что там многодетные семьи есть. Сейчас поставлена задача правительству проанализировать, в чем причина. И тут еще один главный момент. Смотрите, у нас порой предоставляют в районах землю, в чистом поле. Там нет ни электричества, ни дороги, не говоря уже о газе. Этого-то тоже не должно быть. Такие вещи допускать нельзя. И это главным уже было объяснено и сказано. Вот сейчас проанализирует Мингос-имущество, и мы будем принимать решение еще в этом году по итогам этого анализа. Почему у нас сегодня такая длинная очередь, в первую очередь, в муниципальных районах. Поэтому, Алена, в этом направлении мы работаем и будем решать эту проблему. Не беспокойтесь. Александр Ильич, мы сейчас вернемся в колл-центр. Но раз вы стали называть отстающие районы и упомянули Одесский, может быть, нам тогда пусть глава ответит, может быть, районы тогда. Давайте послушаем. Давайте мы главу Одесского района послушаем. Валерий Николаевич, я не ошибаюсь, у нас не было представлено в этом году. Уточните. Может, я путаю что-то? Понимаем. Конечно, сегодня мы проанализировали все, что у нас имеется, пустующие участки, не имеющие собственника. И как в самом Одесском, так и по периферии мы такую сейчас работу приводим, для того, чтобы взять ее в собственность, для того, чтобы можно было людям, им предоставить пользование. Действительно, проблема такая есть. Мы один участок дачный выделили, но дело в том, что распределили его полностью, и он стоит и не используется. То есть там у нас более 60 участков, а как такового строительство не ведется. Мы готовы выделить еще имеющийся участок западный, но дело в том, что пока не готовы к коммуникации, и в этом направлении мы будем заниматься в самое ближайшее время. Валерий Николаевич, а те 60 участков, где строительство не ведется, там дорога есть? Электричество подведено? Электричество подведено, водоснабжение подведено. Ну, дороги, конечно, так, они не асфальтированные. Ну, мы просто-напросто сегодня не можем проводить, потому что там, скажем, имеющиеся улицы, в два десятка домов имеется 2-3 дома. Остальные участки просто-напросто, они выделены людям, они получили эти участки, но строительство не ведется. Понятно. Значит, Валерий Николаевич, уважаемые мэры, надо промониторить, понять, почему строительство не ведется, что останавливает. Отсутствие дорог, отсутствие электричества или отдаленность. Чтобы мы больше таких ошибок не, как сказать, не совершали. Нам же не ради того, чтобы просто что-то дать. Нам важно, чтобы люди построили себе жилье, чтобы люди могли огород завести. Им надо детей кормить, воспитывать, где-то жить. Поэтому давайте, сообщая, все-таки это будем обсуждать по итогам полного анализа. Хорошо, договорились? Все, Валерий Николаевич, спасибо вам. Ну, а мы, в свою очередь, возвращаемся обратно в колл-центр. Владимир Мутовкин, снова звонки, я так понимаю. Да, спасибо, Александр Леонидович. Я думаю, что Алена и не надеялась столь подробный отчет получить, но тем лучше. И я предлагаю следующий звонок сразу послушать. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представляйтесь и свой вопрос задавайте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Меня зовут Галина Тимофеевна. Я очень давно живу в Омске. Здесь живут мои дети и внуки. У меня глобальный вопрос. Кто ответит за три огромных объекта? За те деньги, зарытые в землю. Метро, гидроузел, Омск-Федоровка. Что с этими объектами? Помогите как-то сдвинуться с места. Спасибо. Ваш вопрос понятен. Ну что ж, что можете ответить на вопрос? Ну, Галина Тимофеевна, вопрос, конечно, правильный, да? Что мы сегодня будем с этим делать? Это еще долгострой советских времен. Если по аэродрому, по аэропорту Федоровка, я могу сказать однозначно, его надо достраивать. Более того, сегодня проведенная экспертиза взлетной полосы говорит о том, что ее не надо будет строить с нуля полностью. Нужно участками провести незначительный ремонт. И аэропорт нужно строить. Именно Федоровки. Потому что рядом у нас железная дорога, там 2,5, по-моему, километра. Рядом Ертыш, 3 километра до федеральной трассы. Здесь вписывается логистический центр. И второй момент. Мы решаем вопросы безопасности жителей Омск. Потому что сегодня самолеты, которые садятся над городом, это, в первую очередь, вопрос безопасности и вопрос экологии. Этот вопрос мы решим с переносом аэропорта в Федоровку, так? И самое главное, для города появляется территория для развития, для комплексной застройки уже жилья и объектов социально-культурного значения. Поэтому с Федоровкой однозначно. Мы начали работать, Минэкономике поручено работать с инвесторами. Может быть, где-то будет государственно-частное партнерство, что-то бюджет даст, что-то частники. Это строим. Гидроузел – вопрос федерального значения. Он, безусловно, нужен, а, для поддержки уровня воды, б, для накопления воды. Потому что сегодня Казахстан и Китай, особенно Китай, они начинают большой водоразбор, производить сыртыша. И есть вероятность, сегодня все экологи говорят, может быть перспектива обмеления, то есть снижения уровня воды. Для того, чтобы мы могли сохранить и возможность запитывать воду для города и перемещаться по Ертышу, нам необходимо будет гидроузел достраивать. Сейчас ведутся переговоры серьезные. Игорь Сергеевич, мой заместитель, был в Москве не так давно. Это диалог ведем. Там действительно нужны капитальные вложения. Туда мы с вами частников не найдем. Это только в участии федерального центра. Над этой темой работаем. То, что касается метро, честно вам скажу, не знаю. Не знаю. Я слышал еще в Москве от иностранцев, что в Омске есть метро, что они в него спускались. И с одной улицы переходили на другую, но метро не было. Тем не менее, я вам хочу сказать. У меня никогда не поднимется рука, чтобы принять решение о ликвидации метро. На него потрачено сегодня порядка 13 миллиардов народных денег. Это действительно была народная стройка. Туда многие люди вложили, и руководители в том числе, вложили душу, сердце, как говорится, некоторые там свои годы трудовой деятельности. То, что сегодня есть у нас с вами переход и метромост, слава богу, есть переход справа на левый берег. Есть еще две станции, Заречный и Кристалл. Здесь, мне кажется, нужно думать, что делать. Или быстро скоростной трамвай пускать с участком подземным, как в Волгограде. Может быть, там метро, баз, где автобусы ходят также где-то под землей, где-то в наземном варианте по выделенной полосе. Но здесь мы должны принять решение сообща. Для этого мы создали сегодня комиссию, куда включили представителей науки, представителей строительства, я имею в виду строительных организаций, проектировщиков и депутатов. И в том числе общественников. И, возможно, нам еще придется сообща с вами, уважаемая Галина Тимофеевна, принимать решение. Какой вариант выбирать? Но то, что просто бросить и похоронить, это нельзя, в этом я убежден. И то, что было сделано, надо использовать. Сегодня мы вынуждены вкладывать в метро большие средства на 2018 год. В 2018 году в бюджете мы уже предусмотрели порядка 800 миллионов для того, чтобы закрыть две станции. Заречная и Кристалл. Во-первых, мы выполняем предписания надзорных органов, которые говорят, что надо проводить работы так по консервации, чтобы в ближайшие годы не было какой-то аварийной ситуации. Сейчас все в порядке, но на перспективу они нас предупреждают не допустить этого. Поэтому мы выделили достаточно большие средства, чтобы сегодня провести консервацию. А дальше мы уже будем сообща решать. Но, закрыв эти станции Кристалл и Заречную, мы можем пустить хотя бы дополнительные развязки поверх. Там улица у нас 70 лет октября, по-моему, идет. Эти вопросы мы хотя бы разошьем транспортные пробки. Вот это то, что сегодня я вижу. Я вам говорю откровенно. Спасибо, Александр Ильич. Мы временно из колл-центра вернемся сюда, потому что вопросов очень много и через интернет поступают. Но жителям районов нравится технология скайпа, поэтому я предлагаю еще одно видеообращение к главе региона посмотреть и послушать. То есть хотя бы интернет у нас есть, да? Здравствуйте, уважаемый Александр Леонидович. Меня зовут Попова Татьяна Николаевна. Я пенсионерка. Живу в рабочем поселке Любинский. Сейчас у меня в руках находится платежка закон услуги. И с 1 июля 2017 года у нас повысились тарифы только на отопление на 35%. Водоснабжение на 9%. Газ на 6%. Электричество на 3,6%. Канализация на 9%. Если в общем собрать всю сумму комуслуг, у нас подорожали на 55%, согласно приказу РЭК Омской области. Как же так получается и насколько это справедливо? Если президент дает указание о повышении тарифа на 4%, очень просим вас разобраться в наших тарифах. Мы пенсионеры в один миг стали беднее на 55%. Татьяна Николаевна, спасибо за вопрос и за вашу боль. Давайте тогда включим все-таки главу Любинского района. Абай Курмашевич, слышите нас? Да, я слышу, Александр. Давайте разберемся, действительно, как у нас произошел такой рост, чем он обусловлен. Я правильно понимаю, у нас голосовали депутаты района. Они утверждали тариф? Да. Тариф утверждал оригинальная энергетическая комиссия. Это государственный орган регулирования. Значит, первая причина. В 2010 году, когда я пришел на должность главы района, мы сделали небольшие предприятия жилищно-коммунального хозяйства, которые работали по упрощенной системе налогообложения. И мы для людей снизили тарифы на 25,1%. Но в связи с тем, что федеральный закон с 1 января 2017 года заставил работать по концессионным соглашениям и включил НДС, то есть у нас рост пошел сразу мгновенно на 18% только по НДС. То есть и РЭК привел сегодня тарифы в экономически обоснованные нормы. Поэтому люди вот этот скачок сегодня почувствовали. Но мы всем депутатам объясняли, в принципе, это у нас нет возражения. Но вот когда снижение было на 25%, да, с небольшим, то есть у нас как-то вопросов не возникло. Ну, такова вот жизнь. Мы с НДС, по НДС у нас предприятие ЖКСА потеряли в целом 5,5 миллионов рублей только за первую половину 2017 года. Такова вот ситуация. Значит так, Абай Курмашевич, во-первых, у меня просьба еще раз, я тогда дам поручение РЭКу посмотреть вообще обоснованность, экономическое обоснование этих тарифов, да, там вырос НДС у вас 18%, но почему скачок-то на 35%, с этим-то надо тоже разбираться и понимать. Да, было снижение, но сегодня пенсионеры правильно говорят, у них-то пенсия выросла на 4%, а мы им даем повышение на 35%. Несправедливо. То есть здесь... У нас много, да, Александр, можно я добавлю тогда? У нас есть нормативы по коммунальным услугам. И очень много, вот сегодня, то есть есть такая градация, то есть двухквартирный, многоквартирный дом, двухэтажный, там, четырехэтажный, то есть у нас, получается, не все. Сегодня даже так получилось, что те дома, многоквартирные, которые имеют счетчики, да, то есть учет ведут, они в более худшем оказались в положении, чем те, которые по нормативу. Очень много проблем, это вопросы к РЭКу, но мы эти вопросы, когда с вами на совете глав встречались, вы давали поручение, да, чтобы РЭК, в принципе, внимательно разобрался. И вы помните, я тоже там выступал и сказал, нам не всегда понятна позиция РЭКа. Понятно. Значит, давайте так. Сергей Петрович, просьба взять под контроль, во-первых, разобрать с районом Любинским, что происходит, так, вот, откуда такой дикий рост, понять. И посмотреть, вообще проверить, может быть, деятельность частной компании, которая сегодня использует нашу муниципальную собственность, насколько она эффективна, нет ли там приписок, нет ли там необоснованных затрат. Хорошо, Сергей Петрович, вот это мы возьмем под контроль. Татьяна Николаевна, с этим вопросом разберемся, вне зависимости от того, что нам сейчас говорят по, как сказать, обоснованным затратам. Такого не должно быть, поэтому с этим будем разбираться, не переживайте. Хорошо? Александр Иванович, очень много, на самом деле, вопросов действительно по муниципальным различным вопросам, нюансам, и, насколько я понимаю, есть у нас звонок прямо на линии, висит как раз по этой теме. Говорите, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте, Александр Иванович. Я Прибор Евгений Владимирович, Омский район, Узостровское сельское поселение. Вот у меня такой наболевший вопрос. У нас больше двух лет нет главы администрации сельского поселения. И с этим непонятно, что творится сельское поселение. Лесопосадки вырубаются, земли зарастают, многие поля. И порядка никакого нет. Спасибо большое. Евгений Владимирович, я услышал. Значит, можно тогда включить главу Долматова, Геннадий Геннадьевич? Да, послушаем, Омский район. Добрый вечер, Александр Леонидович. Добрый вечер, граждане Омской области. На самом деле у нас в Узостровке ситуация нестандартная, поскольку у нас выборная система изменилась вообще в Омском регионе, и главы поселения стали избираться через комиссию, то есть через советы депутатов. К сожалению, в Узостровке депутатский корпус не может договориться между собой. Развились, по сути, на два лагеря. Мы неоднократно с ними собирались, выезжали туда, и собирала их у себя, и мы проговаривали. К сожалению, у них там конфронтация находится, и таким образом у нас главу они избрать не могут, и не могут утвердить окончательно порядок и принять решение о выборе главы сельского поселения. Законодательных каких-то рычагов на сегодняшний день, к сожалению, их нет повлиять на эту ситуацию. Мы обращались и в органы прокуратуры, и везде. То есть заставить, обязать сегодня депутатов это сделать, к сожалению, невозможно с точки зрения закона. На сегодняшний день там исполняют обязанности главы поселения, и в принципе они сегодня функционируют. В прошлом году они даже не приняли бюджет, и жили по одной двенадцатой. В этом году, к счастью, бюджет приняли. Буквально вот на этой неделе. Поэтому ситуация действительно там такая. Значит, Геннадий Геннадьевич, но так не может быть, чтобы поселение было без хозяина, без ответственного лица. Не можете решить сами, но соберите мужиков. Пускай мужики с депутатами поговорят, по-мужски объяснят, что надо. Завтра сейчас зима, не дай бог, случится авария. Кто будет координировать деятельность МЧС там, работников ЖКХ? Вы же это прекрасно понимаете. Значит, надо, чтобы губернатор приехал, приедет, если с мужиками не справитесь. Поэтому давайте, не затягивайте, собирайте народ и ведите беседу. А то я не знаю, кто там у вас что делит, два лагеря. Ну садитесь тогда в кулачный бой, что ли, на реке. Ну главу-то изберите. Геннадий Геннадьевич, вы абсолютно правы. Я хочу сказать, что, конечно, все органы жизнеобеспечения работают на сто процентов, они под контролем. Понятно, что поселение, оно не брошено. И, естественно, там все процессы, они протекают, то есть мы это контролируем, там никаких сбоев нет и быть не может. Поэтому там, в принципе, все под контролем. Значит, брошено, не брошено, я слышу, что говорит сегодня житель Евгений Владимирович. Он говорит, есть вопросы с вырубом леса. Значит, надо разбираться. Это поставим под контроль. Александр Сергеевич, как руководитель министерства, проверьте факты, что сделано и как. У нас тут на Северах тоже в Тарском районе говорили, что лес не вырубает. Но потом поработала полиция, выяснилось, вырубает по факту. Представитель ОНФ Жукова выступает и говорит, у нас беспощадно рубят лес. Нет, все чиновники говорят, у нас не рубят. Поговорил с руководством управления внутренних дел. Все взяли в разработку. Сегодня выявили банду преступную. Пять человек задержаны. Факты подтверждаются. Были угрозы. В течение нескольких лет ввели незаконный выруб. Геннадий Геннадьевич, не расслабляемся, как глава. Надо выехать, проверить все факты, то, что происходит. Такого, как в Тарском районе, не должно повторяться. Хорошо? Александр Геннадьевич, кстати говоря, как раз вы упомянули Тарский район. У нас очень много было вопросов из Тарского района как раз по незаконной вырубке. То есть можно сказать, что снят этот вопрос? Значит, смотрите. Вопросы, я думаю, до конца не снят по одной причине. Вот если сегодня целая группа лиц, как уверяют правоохранители, преступная группа лиц, занималась в течение нескольких лет вырубом лес, значит, явно кто-то крышевал. И вот сейчас важно понять, а кто? И как это будет? Если мы от этого избавимся и выявим, тогда, наверное, можем говорить о приостановке. Сегодня у нас правительство и Управление внутренних дел выставили два поста. С какого числа мы, Игорь Сергеевич, стоим? Вот Игорь Сергеевич может доложить, какие результаты работы на этих постах. Там в круглосуточном режиме работа ведется. И самое главное, что не только правонарушения в области незаконной рубки леса, но и другие выявились очень серьезные. Поэтому, Игорь Сергеевич, прошу вас. Два поста в настоящее время работают. Один у нас находится рядом с поселком Красный Яр, другой рядом с поселком Алексеевка по Муромсовскому тракту. Вот за две недели, то есть данные по 14 ноября, было выявлено порядка 500 административных правонарушений и порядка 41 подозрения в преступлении. То есть порядка 40 человек доставлено в РУВД Любинского района, это только вот по одному. Вот там целый спектр различных правонарушений, начиная от леса того же, которого порядка 400 кубов выявила незаконная перевозка, и заканчивая состояние алкогольного опьянения управления, наличие незарегистрированного оружия, ну и так далее, и так далее. То есть всего вот по двум этим постам, порядка 500 административок и около 40 подозрений в совершении преступления. Это вот за две недели работы. Спасибо. Я хочу напомнить, значит, что у нас тем временем вовсю идет опрос, пусть, так сказать, и носит он провокационный характер, попрошу промежуточные результаты его дать, но, видите, оказывается, не все так безнадежно по поводу того, насколько зрители 12-го канала, жители области связывают свое будущее с родным регионом. Да, Александр, а я там могу проголосовать? Трубку дадите. Да, мы потом поставим еще сюжет, дадим телефон позвонить, хорошо. У меня все уже прописка омская. То есть это сенсационное заявление, она же смотрит журналисты. То есть все уже есть. Вот все, едет семья, сын, жена, мама. Вот, видите. И по поводу социальных сетей, поскольку там у нас идет трансляция, очень активно молодежь и просто неравнодушные жители интернета поступило предложение любопытное. В Омской области пишут наши зрители из сетей. Много реликтовой минеральной воды. Такой воды нет в других регионах. И Амичка предлагает развивать в нашем регионе лечебный туризм. То есть просто вот как... Я считаю, великолепная идея и лечебный туризм Андрея Евгеньевича. Как министр надо взять данное предложение на контроль и проработать. Это абсолютно правильно. Нам сегодня любой туризм нужен. Более того, я считаю, что мы с вами уже говорили, нам надо развивать медицинский туризм не только на воды, а те центры, онкологический центр, центр кардиологии, где у нас высокий технический уровень и где у нас золотые руки врачебные, хирургов, надо подтягивать с других регионов. Подтягивать с Казахстана. Да, сегодня едет народ, но вот тут надо провести какую-то, я не знаю, агитационную, может быть, компанию. Потому что это действительно мы заработаем хотя бы денег дополнительное для нашей медицины. Александр Ильич, ну и, конечно, очень серьезный большой блок, очень болезненная, важная тема. Ну, в принципе, мы и по звонку из Любинского это поняли. Очень много вопросов у нас как бегущая строка. Конечно, это ЖКХ. Очень такая объемная тема. Вопросов много, мы их, конечно, будем и дальше принимать. Но я бы хотел сейчас предложить посмотреть видео-вопрос, который вам задает наш коллега, омский журналист, такой очень известный блогер. Он об этом уже писал неоднократно и решил суммировать и озвучить в нашем эфире. Пожалуйста. Здравствуйте. Скачков Константин, главный редактор портала «Глагер.ру». Александр Леонидович, недавно я начал серию публикаций материалом о фонде капитального ремонта, о его проблемах, о том, что большая часть подрядов уходит, в общем, на одни и те же фирмы. И у меня вопрос следующий. Знаете ли вы, во-первых, об этих проблемах, знали ли вы до момента публикации? И в продолжении вопроса, имеет ли смысл мне делать это таким образом, или лучше просто документы отправлять напрямую заинтересованным лицам? Спасибо. Спасибо, Константин. Я считаю, что надо и публиковать, не стесняться. Если у нас есть грехи, в этом надо сознаваться. Потому что, может, вдруг не каждый документ дойдет сегодня до руководителя региона. Такое тоже у нас встречается, как ни странно. Так, то, что касается фонда капремонта. Мы уже с заместителю губернатора Сергею Петровичу давали поручение разобраться. В первую очередь, что меня смущает в фонде капремонта? А. Мы почему-то, фонд капитального ремонта в Омской области, почему-то проводит всего один вид работ. Это крыши. А остальные виды работ не делают. А каким-то домам, может быть, нужно сегодня ремонтировать фундамент. Необходимо менять сети внутри, сети отопления, горячей воды. Этого почему-то фонд не делает. Я могу предположить, что занимаются крышами, потому что они сильно дорогие, и их просто делать. И моржа там высокая. Поэтому с этим надо разбираться. Более того, было уже поручено Сергею Петровичу, это буквально после вашей публикации, разобраться, провести анализ, какие фирмы участвуют. Более того, я приглашу всех тех, кто подрядчики хотели участвовать в конкурсе, но по каким-либо причинам не попали. Чтобы понять, чисто был проведен конкурс или нет. Это первый момент. Второй момент. Надо проверить, Сергей Петрович, еще и сметы. Соответствуют ли они действительности. Вместе с Росстройнадзором оценить, насколько эти сметы экономически обоснованы, и нет ли там завышения. Этот вопрос взят под контроль, мы разбираемся. Честно скажу, есть, пока внешне не подтверждено, но есть определенные вопросы к работе фонда капремонта. Сейчас зашел новый руководитель, не так давно разбирается с этим хозяйством. Но вот я думаю, что в ближайшее время заместитель Сергей Петрович Фролов доложит о ситуации. А вам, Константин, спасибо за поднятую тему, и поэтому не стесняйтесь, звоните в колокола, если что. Александр Иванович, я правильно понял, что такая сенсация у нас намечается. То есть, условно, обиженные подрядчики смогут вам напрямую апеллировать, а там, глядишь, еще общественность подтянется. То есть, в общем, некий такой даже круг, что ли, общественный по этим проблемам. Александр, я хочу сказать одно. Вот смотрите. Без общественности мы сегодня многие вещи можем и не услышать. Как не слышали, допустим, о черной вырубке леса в Тарском районе, пока общественность не подняла вопрос. И сегодня в вопросах ЖКХ я для себя принял решение создать совет при губернаторе по проблемам в жилищно-коммунальной сфере. Куда включить именно общественников, депутатов, которые могут реально получать сигналы с мест и доносить напрямую до губернатора. Я могу подтвердить, Александр, есть факты, когда информация порой не доходит до меня. Такое бывает. Ну, то есть, мы еще одну подарили новость для наших коллег, журналистов о создании совета такого. Тут еще момент экономический, понимаете. Если общественники, как Константин, сегодня реально вмешиваются в процесс, реально могут оценить, какая была смета, не завышена ли. Экономия. Экономия. Мы, значит, больше можем отремонтировать домов, больше построить завтра детских садов. Вот для чего сегодня нам нужны общественники. Хорошо, мы возвращаемся в колл-центр. Мне кажется, как раз сейчас мы продолжим эту жилищную тематику, потому что меня сигнализирует, что море вопросов соответствующих. Да, действительно, у меня прямо рук не хватает. Я и в соцсетях, и почта, и телефон. Постоянно поступают звонки. Кстати, вот продолжение темы, о которой вы сейчас затронули, это, конечно, тема обманутых дольщиков. Ну, чтобы время не тянуть, не затягивать, я предлагаю послушать телефонный звонок. К нам обратилась телезрительница. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представляйтесь и свой вопрос задавайте. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Паршина. Моя семья купила в ипотеку у застройщика, учрежденного правительством Омской области, в микрорайоне Московка-2, квартиру. Каждые три месяца мы получаем письма о переносе сроков сдачи. И это длится уже второй год. Таких домов, как наш, шесть, а семей сотни. Подскажите, пожалуйста, к кому нам обратиться, чтобы не получать очередные отписки от чиновников? Спасибо большое. Екатерина, спасибо за вопрос. Значит, обращаться можно напрямую к Сергею Петровичу Фролову. Он мой заместитель. Более того, Сергей Петрович, скажите, где в ком-кабинете у нас внизу сегодня проводится юридическая консультация. У нас специальный человек, которого мы взяли в штат, в правительство. Когда я стал решать эти вопросы еще в октябре месяце, скажу, что дважды встречался уже с дольщиками. И более того, если на момент моего назначения мне давали цифры обманутых дольщиков 69 человек, то сегодня мы видим по факту, когда вот Сергею Петровичу вместе провели анализ, выяснилось, у нас 31 дом, где недострой, и там 2700 дольщиков. Поэтому эти вопросы взяты под контроль и решаем. Как я уже сказал, заместитель председателя правительства, Сергей Петрович возглавляет эту рабочую группу. В ежедневном режиме они ведут прием и работают по каждому дому. По этому дому, Сергей Петрович, я хотел бы, чтобы вы взяли слово. По этому году мы планировали сдать по дорожной карте 5 домов. Да, сейчас мы видим сбои. Уважаемые амичи, жители Омской области, Александр Леонидович, сегодня ситуация какая? То, что вы говорите, мы приняли на работу Ирину Анатольевну Аверину, я думаю, многие амичи ее знают. Ей выделено помещение в областной администрации в правительственной области. И когда люди приходят к нам и стоят, бывает, с плакатами возле администрации, мы готовы всегда встречаться, садиться и обсуждать. По фонду жилища, мы прекрасно понимаем, что они строятся у нас в Ленинском округе. Ситуация достаточно сложная, она пошла с 2014 года. В принципе, мы понимаем ситуацию, какая возникла, и сейчас пытаемся дома сдавать. На фоне сдачи уже дом номер 4, он сейчас у нас готов. Сегодня департамент городского хозяйства администрации города Омска принимала благоустройство, и тепловая компания продлила акт подключения Владимира Вячеславовича Шибанков для того, чтобы дом можно было сдать. Сейчас пакет документов поступает в ГАСЛН Скоробогатико, и я думаю, что буквально или в конце, на следующей неделе, прямо или в начале января, мы этот дом сдадим. Но существуют проблемы по фонду, я сейчас коротко. У нас, к сожалению, сегодня в связи с тем, что банкротится фонд, нет договоров страхования. То есть сейчас, где-то примерно в январе, мы выходим в суд, и если мы докажем, что идет оздоровление фонда, нам будет разрешено заключать страховые обязательства по этому дому, и мы начнем продавать в дальнейшем квартиры. Вот прямо на глубоком контроле. И плюс то, что сейчас Александр Нилич сказал по дорожной карте, уважаемые МИЧИ. Значит, она разработана на три года. В этом году пять домов, и вот буквально сегодня мы тоже обсуждали этот вопрос. Ну, три дома, я считаю, что мы обязательно на следующей неделе сдадим. С остальными домами там есть некоторые нюансы, которые необходимо будет прорабатывать. На следующий год восемь домов, и остальные дома уходят в девятнадцатый год. Но это не говорит о том, что мы ими не будем заниматься. Мы ими будем заниматься обязательно. К сожалению, значит, не всегда получается, а сейчас стоит вопрос о том, что будут выделены финансовые средства. К сожалению, нет, таких законов нет. Мы будем работать в рамках организационных работ, согласительных работ с ресурсами, с направленными организациями, для того, чтобы эти вопросы решать. Александр Леонидович, у нас, поскольку такой, ну, почти предновогодний эфир, вот маленькая просьба Евгении Комаровских нам пишет. Участники строительства микрорайона Врубелево были уже на встрече с вами, просят попасть на прием к Сергею Петровичу, чтобы он им назначил время какое-то или там день, если это возможно. Вот такой сразу как бы, да. Завтра встречаемся, значит, Сапожникова Илона и, значит, Ткачук, Константин Германович, по дому, по одному из домов. Я предлагаю в понедельник, я понял, по какому дому идет речь. А время прямо назовите тогда. Хорошо, 15.00 в понедельник. Значит, мои советники выйдут на жителей. Да, ну, мы и телефон тоже можем передать, но, Евгений, вы слышали, да, в понедельник в 3 часа можно все сделать. Да. Володя, что там продолжают за вопросы ведь в колл-центре у нас? Условно. Вообще тема дольщиков, в частности микрорайона Московка, она волнует многих омичей. У нас очень много вопросов. Примерно такой же вопрос от Ахмерова Альберта Анасова еще поступил, от Сайбель Татьяны. То есть это все касается именно этого микрорайона. Я думаю, что они получили ответ на свой вопрос. Но только этим микрорайонам дело, конечно, не исчерпывается. Я предлагаю еще один звонок телезрителя послушать. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Пожалуйста, свой вопрос задавайте и слушаем вас. Алло, алло, добрый вечер. Здравствуйте, слушаем вас. Как вас зовут и свой вопрос? Елена, Елена Ортман. Добрый вечер, студия. Уважаемый Александр Леонидович, умоляем вас, это уже крик души. Вот уже третий год мы не можем поставить дом на кадастровый учет по улице энтузиастов 63В. Куда мы только не обращались, у нас везде отписки. Либо они некомпетентны. Мы не можем прописаться к себе домой. Платим людям за прописку, имея свое жилье. Мы надеемся, что вы нам поможете. Помогите нам, мы устали бороться. Спасибо вам. Елена, спасибо за звонок. Елена, я услышал вас. Спасибо. У нас в студии здесь Оксана Николаевна Фадина, мэр города. Поэтому, Оксана Николаевна, энтузиастов 63В, просьба взять под контроль, не понимая, в чем могут быть проблемы по кадастровому учету. Александр Леонидович, разберемся. Адрес запомнила. Ну и, как мы говорили, все контакты, все телефоны людей мы все передадим. Я хотел сказать, что вот на самом деле, коротко возвращаясь к нашему вопросу, что мы проводим, уже 974 человека проголосовали, приняли участие, а впереди еще у нас половина программы. Поэтому интерес достаточно большой. Вот мы видим сейчас опять эти промежуточные результаты. Ну, в общем, не все так печально, как нам рассказывают. Присо в прессе, да? Да. Насколько я понимаю, есть еще у нас звонки. Тогда слушаем. Мне понравилось несколько вопросов, которые, может быть, не имеют столь острой социальной направленности. Но, между прочим, это касается сохранения кадрового потенциала Омской области. Леонид Медведев из Ачиира нам написал. Ему 70 лет, но он изобретатель. И изобрел особый тяжелый раздохлитель. Это изобретение уже запатентовано, но он не может сделать опытный образец. Потому что только изобретателям до 30 лет выделяются деньги в различных фондах и инкубаторах. Вот как-то можно помочь не молодым изобретателям, а уже изобретателям в возрасте, но которые делают важные изобретения? Максим Сергеевич, я считаю, здесь на возраст не надо смотреть. Надо встретиться с человеком и понять, что и где. И состыковать прямо за интересантами с представителями сельхозпредприятий. У нас, во-первых, есть еще и ВУЗ в этой теме. Поэтому прошу. Конечно, предложение очень интересное. Мы на следующей неделе встретимся с изобретателем. Мы на следующий год запланировали научные исследования на сумму 10 миллионов рублей для актуальных направлений в сельском хозяйстве. И я думаю, наши сельхозмышностроители, у нас их 25 компаний, готовы будут сделать экспериментальный образец и его протестировать, для того, чтобы понять, будет ли это орудие востребовано дальше нашими аграриями. Не орудие, а изобретение. Ну, во всяком случае, это действительно красивая история может получиться. И все абсолютно спонтанно. Ну, Александр, для нас, я думаю, мы услышали. И Министерство экономики надо думать действительно не ограничиваться только молодыми предпринимателями и ученым, которых мы сегодня с вами стимулируем. Ну, а мы, даже нам и не нужно стимулировать зрителей, потому что мне говорят, что звонков просто шквал. Я могу покороче тогда отвечать. Ну, мы войдем сейчас еще в более плотный режим. Пока слушаем звонок очередной. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я Реймер Мария Филипповна. Проживаю в Веселькульском районе села Солнцевки. Три раза в неделю мы ездим в город Омск на гемодиализ. Нас 9 человек. Вот от нас газеля скорой помощи от Иселькульской центральной районной больницы. Эти машины не предназначены для перевозки людей. Там нет кресел, нет ремней для пристегивания. Мы сидим на лавках и на кушетке. И у нас просьба, чтобы вы помогли нам в выделении пассажирской газели для перевозки гемодиализов. Мария Филипповна, спасибо. Я эту проблему уже знаю. Сегодня буквально встречался с руководителями районных больниц и поликлиник. И министр здравоохранения Староженко Андрей Евгеньевич уже в этом направлении активно работает. Мы с Москвой работали. И у нас в планах на следующий год для гемодиализа получить порядка 20-25 газелей. Мы предусмотрели свои средства, работаем с Федеральным министерством здравоохранения. Поэтому, я думаю, у нас шансы есть. Да, Андрей Евгеньевич? У вас на контроле был вопрос? Доложите нам. По вашему поручению, Александр Ильич, мы отработали. Мы включили в бюджет следующего года приобретение автомобилей «Газель» для перевозки гемодиализов больных. Как мы с вами проговаривали, 25 автомобилей, мы закроем полностью проблему на территории как города Омска, так и муниципальных районов всей области. Всех 32 районов. То есть, около 8 тысяч человек, которые получают эту терапию, мы сможем спокойно доставлять по районам области в центр. Также в два наших центра в Таре и в Калачинске. И также автомобили эти будут в городе. На наши центры, которые находятся в городе. Спасибо. Ну, то есть, как раз для Марии Филипповни в Иссель-Кульском районе... Я думаю, что Иссель-Кульский не забудьте, да? А так я понимаю, мы должны закрыть все пробелы. Ну, а вот просто чтобы Марии Филипповне, как новогодняя такая вот добрая весть, какой месяц примерно это может быть? Андрей Евгеньевич. Александр Александрович, тут как-то вот бюджет принят, процедура торгов прошла, и мы автомобили покупаем. То есть, февраль-март месяц, я думаю, если у нас торги пройдут без сбоя, то никаких вопросов не будет. Это 12-местные газели, специально оборудование, перевозки пассажиров, соответствующие всем требованиям. То есть, то, что мы проговаривали с Александром Ильичем, в принципе, это все мы должны сделать в течение первого квартала. Спасибо. Александр Ильич, пишут нам зрители из Тюкалинска, спрашивают, в курсе ли вы ситуации с Тюкалинской больницей. Уважаемые зрители, получал я уже обращение из Тюкалы, и с этой проблемой мы разбирались. Поручение было дано также министру здравоохранения Андрею Генчу. Жалоб там много на медицинское учреждение, поэтому еще в понедельник мы говорили на эту тему, поэтому просьба доложите тогда нашим зрителям. По вашему поручению мы проверку проводим, практически проверка закончена. Часть жалоб и замечаний, которые были озвучены в письме на нас, они подтверждаются, часть находится в состоянии проверки. Если вторая часть жалоб подтверждается, специально их не озвучиваю, пока мы заканчиваем проверку. Если они подтверждаются, то, естественно, административные меры мы будем принимать к руководству больницей, ну и, соответственно, давать срок для исправления. Но если это не возымеет действия, тогда будем дальнейшие шаги делать в отношении руководства больницы. То есть на следующей неделе до Нового года, я, как вы говорили, доложу вам по ситуации окончательно. Ну и там тогда будем решать, если вот то, что было сказано в обращениях, да, это подтверждается, не надо затягивать, не надо просто отделываться административно, надо принимать сразу кадровое решение будет. Понятно. Если подтвердиться, да. Спасибо. Молодая мама Полина спрашивает, ребенок с тяжелыми нарушениями слуха зрения у нее переживает за дальнейшую судьбу, он еще маленький, специальную школу в детский сад отдавать нельзя, а социализация необходима как быть? Здесь, Александр, действительно, сложность, она по всей стране у нас, к сожалению, не было, и во многих регионах нет таких специальных учреждений, где бы ребятишки могли заниматься. Но я хочу сказать, благодаря нашему министерству образования, первый такой центр у нас был сделан в Омске, создан, и он сегодня работает. И тут, наверное, Татьяна Васильевна, лучше вы скажете, да, и есть ли у нас там места, чтобы мы могли предоставить такую возможность маме-ребенка. Да, безусловно, Александр Леонидович, мы открыли этот центр совсем недавно. К нам приезжали в том числе эксперты и федерального уровня. И, что очень важно, все занятия с ребенком, они могут строиться и на индивидуальной основе, и в групповой работе, родители могут присутствовать. И очень важно, что в этот центр к нам пришли в том числе и взрослые люди с такими же нарушениями, поэтому мы будем работать со всеми категориями таких людей. К счастью, не очень много, и я думаю, что мы окажем помощь этой семье. Ну все, мы тогда координаты, телефоны возьмем. Хорошо. Я бы еще хотел сказать, с такой минуткой юмора, Александр Ильич, ряд обращений, которые поступали в адрес программы, уже решились, потому что вот нам пишет Алексей Савиных, он писал нам, просил за ребенка, там были какие-то проблемы с дорогостоящими препаратами противоэпилептического действия, но стоило ему сказать в поликлинике, что он обратился в программу диалог с губернатором, и вопрос был решен вне эфира. Понятно. То есть надо чаще встречаться нам в эфире. Да. И поскольку в стилистике такой предновогодний, на самом деле очень трогательный был звонок, позвонила женщина немолодая, так разволновалась, что положила трубку, просит посодействовать ей и дочери в получении слухового аппарата. Недавно она получила инвалидность второй группы по слуху, аппарат был сломался, просят 13 тысяч за аппарат, а пенсия у нее 6 тысяч. Вставать с кровати не может, все нервы истрепали, доводят до второго инсульта. Помогите, умоляю, что-нибудь сделать. Вы слышали, Андрей Евгеньевич? Вы услышали тогда? Мы запомнили, в фонд социального страхования проблемы с выдачей инвалидов слухового аппарата не возникает, поэтому адрес дадите. То есть под контроль надо взять, и на это деньги у нас выделяются по закону, поэтому здесь мы поможем. Здесь как раз я вынужден обратиться еще раз к этой женщине, чтобы она перезвонила, оставила свои контакты, потому что она так разволновалась, и даже, видимо, не верила, что это возможно, что вы просто нам перезвоните, скажете свои данные, и все, мы решим. Но есть вопросы и более серьезные, тоже по этой же тематике. Жители Левобережья нам целую петицию прислали, несколько лет ждут открытия новой поликлиники на тысячу посещений в смену. Сроки сдачи постоянно переносятся. Когда она будет введена в эксплуатацию? Это на 70 лет октября? Тысячная. Тысячная больница. Ну, тоже уже набила оскомину всем эта больница у нас. И мы когда планировали бюджет и обсуждали с депутатами на 2018 год, мы заложили деньги на ее окончание. Пока не в полном объеме, а федеральные изменения в бюджет мы должны внести. Поэтому, Андрей Евгеньевич, если есть что добавить, скажите. Но мне кажется, это уже стыдно будет, если мы в 2018 году не закончим. Люди сидят в ожидании. Деньги вот из того, что удалось привлечь дополнительные средства из федерального бюджета, мы заложили. Надо достроить. 129 миллионов, которых, в принципе, хватит практически на окончание строительства этой поликлиники, они действительно в бюджете заложены. Значит, важно. Министерство строительства, все-таки по срокам, когда вы считаете, мы закончим поликлинику? Александр Ильич, объект мы в 2018 году однозначно будем сдавать. На сегодняшний день у нас проведена корректировка проектной документации есть. Уже в январе объявляем торги. И потенциальные подрядчики уже интересовались. Поэтому здесь самое главное, корректировка документации есть. Мы в январе объявляем торги. В 2018 году задача. То есть у нас еще подрядчик неопределен, розыгрыша не было, да? Нет, еще не было. В январе объявим, поэтому по срокам объем небольшой. 130 миллионов всего лишь строительно-монтажных работ. А остальное у нас это монтируемое оборудование. Владимир Станиславович, вас жители Омска слышат. Поэтому вы дали слово. Александр Ильич, ну и вот Любовь Александровна нам пишет, тоже вот раз такая тема пошла, что в принципе планируется в следующем году по ремонту больниц и поликлиник в регионе. Это уже так как глобально. Ну, коллеги, ну видимо проблема, Андрей Евгеньевич, если люди сдают, значит не так все хорошо, как на бумаге у нас, да? Значит, по требованию Минздрава и врачей, главных врачей, мы выделили в этом году дополнительные средства в размере 850, по-моему, миллионов. На ремонт больницы мы направляем с января месяца 200 миллионов рублей. Из них, по-моему, порядка 100 миллионов идет в город, да, Омск, если не изменять на городские поликлиники и больницы. Это такой текущий ремонт, насколько я понимаю. Ну, кроме этого, как вы уже сказали, есть больница Тысячник, у нас есть больница в Азове недостроенная, да, и тут еще надо будет много выделять средств и много работать, честно скажу. А так сегодня на ремонт выделено. 300 миллионов у нас на оборудование обновления мы выделили, депутаты поддержали нашу инициативу и проголосовали. Поэтому здесь, в этом году, я думаю, мы сможем поправить положение. Ну, главное, я так понимаю, для многих наших зрителей, что вы, во-первых, в курсе, во-вторых, все это у вас на контроле находится. Здесь важный момент. Вот хотелось, чтобы все-таки жители тоже давали свои сигналы, а где наиболее опасная ситуация, да, допустим, и требуется скорого ремонта. Чтобы не по мнению чиновников, да, мы определяли, куда сегодня направлять бюджетные средства, а хотелось бы услышать самих пациентов. Ну, я думаю, что будет это. Мы как раз идем в колл-центр и следующую партию вопросов принимаем. Володя? Да, но я сейчас озвучу вопрос, который к нам пришел на почту. Виктория спрашивает. У нас недавно появился новый мэр Оксана Фадина. Вы говорили, что это человек из вашей команды, но Амичи знает, что кто бы ни стал мэром, при таком маленьком бюджете городские проблемы ему не решить. Скажите, вы как-то собираетесь финансово помогать городу? Ну, во-первых, мы уже начали помогать городу, я вам хочу сказать. И здесь также надо отдать должное депутатскому корпусу, поддержали. Первое. Вот мы заговорили сегодня 200 миллионов на ремонты, 100 миллионов именно на Омск. Берем сегодня деньги на метро, это тоже деньги на Омск. Берем сегодня 200 миллионов, которые выделили на ремонт школ по области. Тоже часть средств идет на ремонт городских школ. Ну и самое главное, что, наверное, впервые за много лет я настоял на том, чтобы мы перераспределили часть налоговых поступлений. Мы от налога по упрощенной системе налогообложения отдали городам и районам. То есть 10% от налога, от упрощенки мы направили в города прямым образом. И у нас, по-моему, город Омск получает порядка 290 миллионов в следующем году дополнительных денег по этому налогу. То есть здесь мы оказываем помощь. Но, друзья мои, не забываем, Омская область – это не только город Омск. Это еще и села, и деревни, в которых тоже нужны сегодня дороги, тоже свистят окна в школах поселковых и районных. Их тоже надо делать. Поэтому мы здесь с депутатами много обсуждали, спорили, не побоюсь этого слова, где-то ругались, но пришли к единому мнению. Ну, Асан Ильич, можно сказать, да, что вот этот город у вас на контроле? То есть вы, ну, как бы, внимательно смотрите за тем, что там происходит? Слушайте, по утрам звоню Оксане Николаевне и говорю, почему у нас дороги почистили, да, а тротуары нет? Разбираемся. Сейчас разбираемся с управляющими, компании давали вот в понедельник поручение госжилой инспекции. Деньги получают по строке содержания жилья, а тротуары у себя внутриквартальные не убирают. Понимаете? Везде нужен контроль. Вот сегодня, как бы, работаем в этом направлении. Мне нравится, что новый руководитель, Оксана Николаевна, она слышит, и, как говорится, зов людей, и зов губернатора. Ну, прежде чем вернуться в холл-центр, совсем короткая ремарка, но вот, как Оксане Николаевне, такие наказы из соцсетей Вячеслав Валентинович пишет, что красноярский тракт от улицы Бархатова в сторону моста стоят пешеходные знаки, водителям не видно людей, потому что знаки не освещены. Поэтому, ну, вот такая, значит, короткая. А вот наш вопрос, ну, напоминаю, да, голосование идет, в целом, так сказать, пока лидирует все равно омский патриотизм. Володя? Да? Слушаем твои вопросы. Я предлагаю продолжить тему, как раз, поскольку глава региона затронул тему, что и весь регион в целом должен получать правильное финансирование. Нам задает вопрос Галина Федоровна из Москалинского района. Сын открыл христианское фермерское хозяйство в этом году, еще ведется стройка, еще не успели выплатить по кредитам, а сразу заставляют платить налог, да еще и неподъемный. Почему нельзя сначала дать возможность встать на ноги, спрашивает женщина. Галина Федоровна, я переадресую министру сельского хозяйства, потому что здесь надо смотреть, Максим Сергеевич, что и как у нас деньги предусмотрены были и по поддержке фермерских хозяйств, да, и даже по помощи молодым специалистам на селе. Мы в этом году сколько, порядка 60 домов построили, да? Да, Александр Ильич, мы особое внимание уделяем развитию фермерства. И в этом году мы в два этапа провели отбор, выделили 42 гранта на сумму порядка 170 миллионов рублей, как раз вот на развитие крестьянских фермерских хозяйств. Ну, конечно, обязательным условием идет создание рабочих мест, и, к сожалению, Министерство сельского хозяйства не имеет возможности влиять на налоговую систему, потому что если есть выплата заработной платы, налоги должны быть уплачены, да? Упрощенный налог, то есть наш единый сельхозналог, это всего лишь 6% от оборота. Поэтому мы будем поддерживать наших фермеров, будем поддерживать молодых специалистов, которые едут у нас на село. На 2018 год запланировано значительное увеличение подъемных пособий до 200 тысяч рублей, мы их планируем поднять по области. Я думаю, это простимулирует нашу молодежь. Что касается строительства домов, да, мы в прошлом году построили всего 29 домов, в этом году выделили средства на 60 домов, стройка этих объектов заканчивается. На следующий год, по вашему поручению, мы уже цифру приблизили к 100 домам, а в очереди у нас 150 человек. Поэтому мы реально уже приближаемся к тому, что очередь заканчивается, и работаем с районами по тому, чтобы больше заявок было от молодых семей на строительство жилья. Ну и к этой программе, вот как вы посоветовали, последние годы у нас активно подключились, и вот на следующий год есть инициатива от наших руководителей крестьянско-фермерских хозяйств. Вот буквально 15-го числа декабря крестьянско-фермерское хозяйство Белимова в Павлоградском районе, село Новоуральское, сдали два дома, и четыре семьи получили жилье, новые комфортабельные дома. Вот поэтому работаем, готовы индивидуально посмотреть, что в частном случае в данном произошло. То есть можно передать его контакт? Конечно, мы посмотрим на этот вопрос. Вам надо обязательно встретиться с сыном Галины Федоровны и переговорить, да, понять. Может, мы чего-то не знаем и не видим. Обязательно. Пустречайтесь, хорошо. Ну мы взвинчиваем темп. Володя, давай. Ну, я предлагаю дать слово телезрителю. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представляйтесь и задавайте свой вопрос. Здравствуйте, Александр Ленинтович. У меня зовут Лариса Николаевна, город Томск. У меня вопрос по уборке городских тротуаров и остановок, такой наболевший вопрос. Я живу на Левобережье, на остановке Дмитриева, и у нас вот за два месяца гололеда всего один раз был рассыпан песок. И дело в том, что у меня мама, ей 78 лет, не выходит из дома даже в поликлинику, потому что боится упасть. Вот теперь вопрос. Будут ли чаще подсыпаться остановки песком и убраться тротуары от снега и налеги? Спасибо. Спасибо, Лариса Николаевна, за вопрос. Мы тогда сейчас дадим слово Оксане Николаевне, мэру. Но непонятно, Оксана Николаевна, потому что я сам видел, запасы песко-соляной смеси были. И мы проезжали это, смотрели на предприятия, где хранится. Где мы не дорабатываем, надо понять. Поэтому прошу вас. По песко-соляной смеси мы действительно до конца года в полном объеме обеспечены. Вопрос возникает в том, что, может быть, не хватает техники. Мы по данному адресу конкретно разберемся. Но для того, чтобы эта проблема отсутствовала в следующем году, мы сейчас, во-первых, увеличиваем штат рабочих, которые будут обеспечивать эту деятельность. Уже сейчас 127 рабочих на работу принято, всего 200 штатных единиц. Это в том числе задача обеспечивать уборку тротуаров. На следующий год мы планируем эту штатную численность увеличить, потому что ее действительно мало для того, чтобы обеспечивать качественную уборку, в том числе и внутриквартальную. И сейчас еще дала поручение. Будем рассматривать вопрос и готовить конкурсную документацию с возможностью передать на аутсорсинг часть кварталов. Для того, чтобы и подрядчики, которые обеспечены достаточно в зимний период, особенно спецтехникой, могли качественно убирать, поскольку одномоментно, вы знаете, особенно в большой объем осадков, качественно обеспечить нашей техникой пока не представляется возможным. Поэтому будем находить возможные варианты в условиях того финансирования, которое есть. Это задача 2018 года. И проверим адрес, да, о котором говорит Лариса Николаевна. Она сказала, что мы его проверим обязательно. Хорошо, спасибо. Продолжаем. Насколько я понимаю, видео вопрос у нас есть по очень такой животрепещущей теме. Вопрос один из самых популярных. Десятки раз его задавали, так или иначе нам. Александр Леонидович, у нас к вам такой вопрос. С 2014 года существует наш микрорайон. В 2015-2016 году обещали сделать закладку фундамента для школы. По сей день ничего не появляется. Микрорайон очень молодой, детей очень много. Добирается по несколько остановок и в любую погоду. Поэтому нас очень остро интересует этот вопрос, чтобы сделали нам построить для микрорайона школу. И у нас еще один не менее наболевший вопрос. Это освещение микрорайона. У нас нет освещения ни вдоль дороги, ни на территории микрорайона. Мы также и наши дети добираемся по темноте. Вот как бы хотелось тоже обратить на это внимание. Ну и как-то решить эту проблему. Спасибо. Понятно, спасибо. Значит, Оксана Николаевна, вопрос по освещению возьмите на контроль. Непонятно, или эти были полномочия застройщиков, или все-таки не дорабатывает наша служба городская. Теперь, тем более у нас Омск электро, это муниципальное предприятие. Здесь надо понять, если мне не изменяет память, там более трех тысяч человек у нас в Амурском. По школе занимаемся. Ситуация такова, что нету даже еще проекта. У нас федеральный центр программу не включил. Рассчитывали, может быть, на включение в этом году. Но думаю, что только войдем с проектом. У нас там, Татьяна Васильевна, по-моему, школа на 1100 мест, да? На 1100 мест, да. Мы вошли в программу 2019-2020 года. Но, Александр Леонидович, есть у нас еще перспектива на территории, которая находится недалеко от этого микрорайона. Завертяево? Нет, бывшее здание закрытой школы. А, то, что мы обсуждали. Там же мы открываем 250 мест для детей начальных классов. То есть мы еще эту проблему закроем. И все, что касается Завертяева, это, в общем-то, тоже территория, которая находится не так далеко от этого микрорайона. Школа на 550 мест. Дополнительной заявкой на прошлой неделе мы направили в Министерство образования и науки Российской Федерации. Очень надеемся, что в случае дополнительного финансирования, как я понимаю, оно планируется в 2018 году, школа на Завертяево, строительство начнется. Александр Леонидович... Здравствуйте. Меня зовут Светлана Варакина. Я мама троих детей. И от лица многодетных семей хочу задать вопрос о выплате пособия на третьего и последующих детей до трех лет с 2018 года. Смогут ли воспользоваться данной социальной поддержкой семьи многодетные, у которых уже есть ребенок до трех лет, то есть которые были родены до 2018 года. И вторая часть вопроса. Будут ли предоставлены дополнительные возможности для многодетных семей реализовать региональный капитал? Очень надеемся на положительное решение ваше. Спасибо. Спасибо, Светлана, за вопрос. Я тогда дам слово министру труда и социальной политики. Поэтому прошу вас, Владимир Васильевич. Спасибо, Александр Леонидович. Уважаемые мячи. Всё, что касается пособий на третьего ребёнка, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, данная норма по выплате на третьего и последующих детей для Омского региона распространяется только для рождённых детей с 1 января 2018 года. Всё, что касается регионального материнского капитала, мы буквально на прошлом законодательном собрании приняли изменения в закон, где расширена возможность использования капитала для многодетных семей. Эти деньги можно направить на газификацию, причём без ограничения. То есть, не дожидаясь трёхлетнего возраста, вы можете обратиться в наши многофункциональные центры и получить такую возможность. Всё, что касается федерального материнского капитала, то с 1 января будет дана возможность использовать материнский капитал, в том числе для ежемесячного получения средств этого капитала для проживания многодетных семей. И если будут ещё обращения от наших амичей, то мы, конечно, будем в рабочем порядке рассматривать и использование регионального материнского капитала. Спасибо. Ну и надо добавить, наверное, Владимир Васильевич, те, кто будет с первого... Ну, кто родится в 2018 году, он будет, этот ребёнок, до трёх лет получать пособие ежемесячное? Да, это пособие будет ежемесячное, причём в размере прожиточного минимума для ребёнка, который утверждён был во втором квартале 2017 года. И в нашем регионе он составляет чуть более 9300 рублей. Это независимо от тех выплат, которые обеспечиваются на федеральном уровне. То есть это дополнительные те средства, которые будут выплачиваться ежемесячно. Спасибо. Александр Ильич, ну, короткий вопрос пришёл, значит, от нашего зрителя Александра. Работает в одном из учреждений культуры Омской области, любит свою работу, но пишет, что хотел бы получать от неё не только моральное удовлетворение, но и материальное. Планируется ли повышение в следующем году зарплаты работникам культуры Омской области? Значит, в следующем году у нас планируется повышение по всем категориям работников бюджетной сферы. Если не изменяет память, у нас порядка 16% должен быть рост в среднем. У кого-то может быть меньше, у кого-то больше, правильно, Илья Викторович? По работникам культуры. Кроме этого, хочу добавить, мы на следующий год предусмотрели льготу для работников культуры на селе. Это те, кто сегодня работает, и те, кто вышел на пенсию, но имел стаж более 10 лет, работая на селе. Они получают 50% льготу по жилищно-коммунальным услугам. Александр Ильич, мы в рамках подготовки программы, дружественная газета МК в Омске проводила тоже свой опрос зрителей, и одна из читательниц в этом соревновании выиграла. Прис, это возможность задать вопрос в прямом эфире. И, насколько я понимаю, сейчас этот звонок у нас на линии. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Значит, Малышева Ирина Владимировна, председатель Совета многоквартирного дома номер 2 улицы Индустриальная, Октябрьский административный округ. Наш дом Хрущевка серии 1-335 полукаркасный, 1963 года постройки. Гарантийный срок эксплуатации давно истек. Дом без единого капитального ремонта за все годы. В Октябрьском округе таких домов такой серии 60, в городе всего 180. Но все эти дома включены в программу капитального ремонта Омского региона. Причем включены без инструментального обследования. В марте 2017 года в нашем доме был закончен капитальный ремонт по кровли. К сожалению, эти работы бесполезны, так как любой дом этой серии без закрепления каркаса и укрепления балконов с новой или со старой крышей может сложиться в любой момент. Вопрос к Александру Леонидовичу. Будет ли руководство региона решать проблему этих домов, но не за счет жителей? Большое спасибо. Понятно, спасибо. Значит, проблемой знаком. Более 100 домов, действительно, у которых прошел срок уже, и они находятся в опасном состоянии. И вот то, что вы сейчас говорите по капремонту, по крыше и утверждение сметы без инструментального обследования, это вот еще один сигнал по качеству работы фонда капремонта. И здесь я хотел бы слово дать министру строительства и ЖКХ, поэтому, Владимир Станиславович, давайте поясним, почему у нас эти дома сегодня попали в программу капитального ремонта. Александр Леонидович, вы абсолютно правы. У нас больше 100 домов. 107 домов являются 335 серии, которые еще не прошли усиление. Было принято решение на заказательном собрании, что данный вид работы усиления конструкции насходит теперь в один из видов работы по капитальному ремонту. И, в принципе, жители на собрании могут сами определиться, либо они будут делать кровлю, либо они будут приступать именно к усилению конструкций. Имеется у нас разработано нашими проектировщиками очень три хороших проекта, они в России единственные, которые применяются. Единственное, конечно, здесь самое большое право, здесь нужно приводить все-таки комплексно. На таких домах, и такой опыт у нас был в 2008-2009-2010 годах, мы проводили действительно комплексные работы по усилению конструкции и капитального ремонта. Дело в том, что стоимость усиления по всем этим домам порядка 700 миллионов рублей нужна. Но, в принципе, мы сейчас разрабатываем новый механизм в части усиления и утепления узлов, чтобы у нас, как мы с вами проезжали, вы видели, там зияли вот эти вот расклёванные все эти вещи. Поэтому вопрос у нас на контроле. Мы понимаем примерно, откуда будем брать. Нам нужно сейчас утвердить новую расценку, потому что там действительно расценка не вкладывается 2,2 миллиона на один вид работы, там порядка 6-7 миллионов усиления будет стоить на конструкции. Но проведение усилений с кровлей, в принципе, здесь проблем не возникает. Механизм тоже у нас проект от работы у нас имеется. Тут главное услышать Ирину Владимировну. Она говорит, что бы не за счёт жителей. Если там нет других средств, я понимаю, ну давайте искать какой-то компромисс. Может быть, всё-таки программу городскую мы запустим. Хотя бы, может быть, в половине ещё как-то. Тут-то речь о том, что сегодня они не виноваты, что они живут в таком доме, да, им государство давало, а сегодня говорят, теперь это ваши проблемы. Всё решайте. Такого не должно быть. Предложение подготовим. Давайте. Александр Ильич, мы возвращаемся в колл-центр. Там что-то страшное творится у нас с телефонами. Да? Просто, да, даже не буду отнимать время телезрителей. Сразу звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представляйте себе свой вопрос губернатору. Задавайте. Здравствуйте, Александр Леонидович. Меня зовут Санина Татьяна. Я хотела обратиться к вам с такими проблемами. В селе Петрово Теверийского района очень плохая сотовая связь. И абсолютно нет интернета. Также ещё очень большая проблема. Уже год закрыт медпункт в данном селе. И жители не могут получить необходимую медицинскую помощь. Скажите, пожалуйста, могут ли данные проблемы быть решены положительно в ближайшее время? Спасибо большое. Татьяна, спасибо за вопрос по связи в Петрово. Поручение сейчас дадим. Вместе с Ростелекомом разберёмся, в чём причина, есть ли технические возможности. И дадим тогда ответ. То, что касается по ФАПам. У нас сегодня в планах, мы уже смотрели этот вопрос, 29 территорий с большим количеством населения просто не закрыты. Нету ФАПов. Нету медицинских работников. Поручение министру дано. Надеюсь, весной мы приступим всё-таки к установке этих ФАПов. А в тех населённых пунктах, где нет возможности установить небольшое количество людей, мы уже обговаривали. И сегодня ряд, скажем, главных врачей такую практику стали использовать. Выездные ФАПы. То есть здесь мы будем смотреть некие мобильные ФАПы, чтобы могли ездить по расписанию как минимум малые населённые пункты. Где большая численность, это вопрос. Программу поставили. Минфин и Министерство здравоохранения предусматривают деньги. Это будем решать. Кроме этого, есть другая проблема. У нас есть ФАПы, но нету медицинских работников, фельдшеров. Вот это тоже вопрос, который нам предстоит решать. И сегодня работаем с Москвой по поддержке молодых фельдшеров, которые могли бы хотя бы получить подъёмные для того, чтобы выехать, работать из города на село. Володя, продолжай. Там ещё вопросы. Письмо к нам пришло. Кокорин Вячеслав Валентинович спрашивает. Красноярский тракт от улицы Барх, от того стороны моста, стоят пешеходные знаки, водителям не видно людей, потому что знаки не освещены. И вообще телезритель спрашивает, когда можно будет сделать дорогу через Большие Поляне, возможно, проехать там машины всё время разбиваются. Больше всё значит всё по-честному, прямой эфир. Потому что этот вопрос я уже задавал, Володь, но дадим всё-таки руководителю города ответить. Оксана Николаевна. Хорошо, на самом деле, что этот вопрос повторили, потому что хотелось ответить. Мы в следующем году, несмотря на то, что бюджет на 2018 год принят, и там действительно заложен сейчас незначительный объём финансирования на развитие программы освещения в городе, мы уже сейчас со своей командой обсуждаем вопросы увеличения финансирования, поскольку понимаем, что действительно такая проблема существует. Сама езжу по ночному городу, в том числе по названным адресам. И вот Амурские 2 тоже, когда девчата сейчас обозначивали этот вопрос, на прошлой неделе сама туда специально заезжала, проверяла, чтобы ощутить всю складывающуюся проблему. Поэтому в следующем году мы будем финансирование по этому направлению увеличивать. И адреса обязательно эти включим в первоочередном порядке. Володя, давай следующие вопросы. Да, действительно, забавная получилась ситуация. Но самые болезненные точки, они вызывают массу звонков. И я предлагаю послушать следующий телефонный звонок. Здравствуйте, я в прямом эфире. Пожалуйста, задавайте свой вопрос. Перед этим не забудьте представиться. Здравствуйте, меня зовут Александр. И у меня вопрос следующего характера. Александр Леонидович, я часто езжу в Сидельниково к родным. И дорога, которая идет от Муромцево, находится в очень плохом состоянии. Видно, что местами летом заделывают ямы. Но, к сожалению, этого недостаточно. Скажите, пожалуйста, будут ремонтировать этот участок дороги? Спасибо, Александр. Владимир Станиславович, нам, по-моему, этот вопрос задавал еще в октябре глава. Да, Сидельниковского района. И мы планировали деньги. Значит, на 2018 год запланировано 100 миллионов. 100 миллионов. То есть мы полностью проведем ремонт, как планировали, да? Нет, ремонт полностью не проведем. Проведем самые опасные участки. Мы проведем ремонт самых опасных участков. Потому что там действительно участок от Муромцево до Сидельниково, участок разбит. Александр, услышали, да? Александр Леонидович, да. У нас масса обращений из Нововаршавки по дороге Таврическая Нововаршавка, Нововаршавка-Омск. Но я просто бы обобщил. Вот в целом, в следующем году, как будет складываться ситуация с ремонтом дорог в регионе? Какие, может быть, мы можем назвать магистрали, населенные пункты, которые вошли уже в программу? Значит, на следующий год у нас 6 миллиардов выделено в Дорожном фонде, да? Порядка 2 миллиардов мы направим в рамках безопасной дороги, где будет участвовать еще и Федерация. Так, и я бы слово дал все-таки профильному министру, чтобы вкратце сказать те дороги, которые по плану были учтены. Александр Александрович, действительно, поручение Ваше мы выполнили. Основное у нас заложено будет, это то, что жалобы после встречи на Совете глав с главами, это межрайонные дороги, на которых действительно у нас очень много жалоб и в части работы и скорой помощи, подвозки людей, и в том числе у нас перевозки пассажиров. Поэтому те дороги, как Полтавка-Омск, Полтавка-Иссель-Куль, то есть именно связующие вот эти хребтовые дороги, основной упор будет в следующем году сделать именно на них. Ну, плюс то, что у нас общая программа с Минсельхозом идет, это еще межпоселковые дороги. И по Вашему поручению мы разработали новую сейчас нормопроектирование, где мы уходим на удешевление за счет использования других технологий, это межпоселковыми дорогами. Ну и просьба, все-таки мое поручение не забыть, что все дороги, которые у нас в программу включены, согласовывались с главами. Не из Омска определялось где, а чтобы население и главы свою точку высказали. Александр Ильич, абсолютно правильно, приоритеты определяют главы в местах. Спасибо. Александр Ильич, ну вопросы самые разные поступают. Вот Елена Гончарова, такой неожиданный от нее вопрос, пришел пожелание убрать постепенно из города маршрутки. Возможно ли это в перспективе, спрашивает она. Спасибо большое, Елена. В перспективе, я думаю, тут большая у нас перспектива. Надо заниматься транспортом и не только в городе, а и в области. Вы, кто живет в области, наверное, столкнулись, что была остановка у нас облафтотранса. Я имею в виду транспорта, который принадлежит областному предприятию. За это у нас пострадал мэр. Ой, мэр, извиняюсь, у нас был снят глава, руководитель, точнее министр промышленности и транспорта. Но здесь нужно подходить комплексно. Нельзя сегодня сказать, что вообще из города убрали. У нас, допустим, отдаленные территории, где немного пассажиров, туда будут ездить дальше газели. В центральных районах, где большой поток, конечно, надо ставить современные большие автобусы с большой пассажироемкостью. Но самое главное, надо комплексно разработать единую транспортную систему. У нас сегодня из области идут автобусы или маршрутки, параллельно идут городские, параллельно еще, к нашему сожалению, нелегалы ездят. Так и дублирующие маршруты полностью параллельно двигаются, конкурируют с друг другом. А в это время на железнодорожном вокзале жители Казахстана без контроля, без каких-либо налоговых платежей забирают наших пассажиров и везут в сторону Павлодара. Вот с этим хаосом нам нужно разбираться. Тут вопросов очень много. И это вопрос завтрашнего дня. Мы сейчас хотим как раз разыграть, чтобы нам сделали проект и сделали проект оптимизации вот этой маршрутной схемы в целом и по городу, и по области. Работа ИОМСК, ОблАвтотранса удовлетворены вы на настоящий момент? Ну, здесь у нас соответствующие руководители, мои заместители разбирают с ОблАвтотрансом. Там вопросов очень много. Почему неэффективно работает, почему дублирующие маршруты существуют и нелегалы. Здесь комплексно разбираемся и анализируем. Ответственные лица уже ряд наказанных, я думаю, что еще будут. После детальной проверки контрольного управления еще будут приняты кадровые решения. Возвращаемся в колл-центр. Володя. Ну, сразу слово телезрителю. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представляйтесь и свой вопрос задавайте. Добрый вечер, Горьковский район. Антипа Ольга Александровна. Леонид Александрович, осенью этого года в шести наших населенных фунтах Горьковского района прошли карантинные мероприятия из-за африканской чумы свиней. При этом весной, мы думаем, следует ждать вновь этого заболевания. Свиноводство будет сворачиваться в население. А это как бы весомый источник дохода в сельской местности. Ну и в семьях, соответственно. Леонид Александрович, у нас вопрос. Какие меры будет предпринимать областное правительство для поддержки крестьян, которые должны отказаться из-за АЧС от содержания свиней на личном подворье? Спасибо. Спасибо, Ольга Александровна. Значит, у нас африканская чума свиней затронула, по-моему, 12 районов, включая город Омск. Более 20 тысяч поголовья было уничтожено, и бюджет компенсировал людям потери, может быть, не в полном объеме, но 133 рубля мы выделяли на килограмм, и ущерб для бюджета составил порядка 169 миллионов, если не изменяет память. Минсельхоз, управление по надзору ветеринарному активно работает в целях защиты, и министерству поставлено было поручение найти замещение для ЛПХ личных подсобных хозяйств. Я прошу, Максим Сергеевич, тогда доложите нашим слушателям и телезрителям. На самом деле проблема серьезная. Во-первых, я хотел бы сказать, что все районы и, в первую очередь, населенные пункты, которые подверглись отчуждению, мы обеспечим в марте-апреле птицей в необходимых объемах. Уже сегодня мы формируем заявки, работаем со всеми омскими птицефабриками, и я думаю, что огромное количество птиц, это десятки тысяч, мы раздадим бесплатно. Что касается альтернативного животноводства, во-первых, по завершении карантина, это год с момента снятия карантина, сейчас у нас ведутся скрининговые исследования. Если у нас будет подтверждено, что регион у нас очистился от чумы, будет возможность разводить дальше свиней, но необходимо будет обязательно соблюдать все ветеринарные требования. Поэтому за этим тоже мы будем вести контроль и оказывать содействие, консультировать наших владельцев личных подсобных хозяйств. Что касается ситуации с альтернативным животноводством, на сегодня практически все сельскохозяйственные организации предоставляют скот на льготных условиях, по льготным ценам. И Министерством сельского хозяйства разработана программа по борьбе с АЧС, где мы значительно усиливаем нашу ветеринарную службу. И кроме того, будем осуществлять компенсации, субсидировать приобретение скота и птицы непосредственно личным подсобным хозяйством взамен содержания свиней. Да, Максим Сергеевич, мы еще говорили все-таки о бычках, дать такую возможность, поэтому Вы предлагали проговорить с производителями. Давайте забывать не будем, ладно? Да, это есть в программе и обязательно на это мы внимание уделим. Хорошо. Володя, давай следующий вопрос. Вопрос от поступек нам на почту. Мы так скомпоновали. Много вопросов из Калачинска у нас поступают. Вот один из них от Татьяны Полонец заинтересовал нас. Телезрительница проживает на улице Строительной и спрашивает, можно ли помочь им в 115-м районе построить детскую площадку. В Калачинском районе? В самом Калачинске, да? В самом Калачинске, да. Я, по правде говоря, нехорошо знаком, плохо знаком с географией Калачинска, но вот есть там 115-й район совсем без детской площадки. Спасибо. Можно тогда включение сделать главы района? Фридрих Александрович. Должен быть с нас на связи. Добрый вечер, Александр Леонидович. Добрый вечер. Ну, мне кажется, с таким вопросом глава справится, да? Конечно, справится. Построится. Поэтому давайте, не подведите. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Александр Леонидович, поскольку так пошла уже какая-то веселая движуха, вот пришел вопрос из Колоссовского района. Средняя школа в Кутерлах. Просят спортзал, требуют капитального ремонта. Помогите. Так, капитальный ремонт школы в школе. Нет, даже проще. Спортивный зал в школе. Спортивный зал у нас, так, Андрей Юрьевич, да, прошу вас. У нас же по школам есть программа, мы выделяем средства. Может, там заявки со школы нет? Федеральная программа действует не первый год. В следующем году она тоже будет. И Колоссовские районы, это школа, в лице этой школы. С удовольствием ждем вашей заявки. На сегодняшний день уже порядка 75 спортзалов в нашем регионе отремонтировано. С удовольствием сделаем подарок этой школе. Ну, я здесь обращаюсь к главе, к Сергею Викторовичу. Просьба, вы проконтролируйте, там подавали заявки или нет. У нас же там конкурсные условия разыгрываются, не всем предоставляются. Поэтому возьмите под личный контроль. Договорились? Ну, прежде чем уйти в колл-центр, совсем тоже короткая просьба. Но вот районы очень активны. Наталья Степановна, Пикетная, Марьяновский район, восточный поселок 3. Ребенок, 27 лет, инвалид детства, ДЦП, живут в двухэтажном доме, где очень крутые лестницы. Ребенок сам передвигаться на коляске не может после операции. Наталье Степановне тяжело ее возить, дочку. Пантус установили, но они не подходят. Помогите как-нибудь. Помогите как-нибудь. Владимир Васильевич, давайте у нас программа «Доступное жилье есть». Посмотрите по адресу. Да, обязательно, Александр Ильич. Что касается программы, это наша региональная часть. Мы обязательно возьмем адрес и с 1 января включим. Тем более, что у нас все средства уже предусмотрены. Так что обязательно эту проблему решим. Просто надо услышать, о чем говорят люди. Вроде бы и пандус есть, вроде бы и строители потратили средства, а пользоваться нельзя. То есть, для инвалидов проблему не решили доступность. Вот это учесть надо на будущее. Посмотрим и с точки зрения реконструкции жилья, в том числе дверные проемы и все остальное. Это обязательно посмотрим. В рамках этого работу проведем. Хорошо. Мы возвращаемся в колл-центр. Еще звонок у нас. Да, давайте послушаем телезрителя. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представляйтесь и свой вопрос задавайте. Добрый вечер, Александр Леонидович. Разрешите представиться. Это бывший председатель самого крупного местного отделения партии «Справедливая Россия» в Омской области, в Батарском районе Сергей Николаевич Богданов. Позвольте мне задать вам два вопроса. Первый вопрос связан с партийной принадлежностью. Вы являетесь членом политической партии «Справедливая Россия»? Если да, то планируете вы в своей работе опираться и выдвигать на ключевые посты сторонников и членов этой партии? Ну, конечно же, в соответствии с профпригодностью и к эволюционным требованиям. Спасибо, спасибо. Ваш вопрос понятен. Второй был. Скажите. А это вот один. Вы член ли партии и планируете? Понятно. Сергей Николаевич, спасибо за вопрос. Я был членом партии «Справедливая Россия», надеюсь, им останусь. Дальше. Более того, являюсь, вхожу в президиум партии, высший орган. То, что касается продвижения на руководящие посты в муниципальные органы власти или государственные, сразу нужно учесть главное. Президент меня сегодня назначил временно исполняющим, и я должен заниматься не политикой, я должен заниматься чисто хозяйственными вопросами. И сегодня, безусловно, это во главе стоит, и назначение на тот или иной пост обусловлено не политической принадлежностью, неважно, какая бы эта партия ни была, а профессиональными качествами человека. И если я поддержал Оксану Николаевну Фадину на пост мэра, не потому что она там член отдельно взятой партии, а потому что у нее есть те профессиональные качества и компетенции, которые сегодня необходимы для руководителя такого крупного города. Александр Ильич, я хотел сказать, что к настоящему моменту уже 1868 человек приняли участие в голосовании. Ну, цифры, в общем, меняются не сильно, но на самом деле интерес очень большой к подобному опросу. В рамках кадрового разговора я предлагаю короткую видеозарисовку посмотреть сейчас. Всем вместе. Конкурс лидеры России проходит впервые по инициативе руководства страны. Он вызвал небывалый интерес, подано 200 тысяч заявок, 2 тысячи атомичей. Основных требований к претендентам два. Возрастной ценз, не старше 50 лет. И управленческий опыт в любой сфере. Участников отбирают с помощью поэтапного тестирования, которое проходит в онлайн-режиме. Конкурс должен стать, по словам организаторов, открытым окном в управленческую элиту завтрашнего дня. И учитывая, что президент Владимир Путин подписал указ, смягчающий требования к стажу при приеме на работу в госорганы, те, кто пройдет отбор и войдет в число лидеров России, по мнению политологов, имеют реальный шанс принять участие в управлении государством. Так, министр экономического развития Максим Орешкин уже сообщил, что из победителей конкурса намерен выбрать себе заместителя. О трудоустройстве в областном правительстве с мечами, прошедшими в полуфинал, о их 24 человека, говорил Александр Бурков. Глава региона специально для этого приезжал в Новосибирск, где проходили состязания. Каждому из участников диалога он дал номер своего мобильного телефона и сказал, что готов лично обсуждать перспективы сотрудничества. Уже в феврале в Москве выберут сотню счастливчиков со всей страны, которые получат по одному миллиону рублей в качестве гранта на образование и возможность поработать с наставниками, лучшими управленцами России. Александр Ильич, ну, наверное, можно так, выдать теперь секреты, вы же знаете информацию, я-то чуть-чуть из соцсетей, а у вас полный есть расклад, есть, я так понимаю, не один, а мич, которые вышли в финал, и, в общем, можно гордиться? Нет, у нас сегодня есть большой результат, действительно гордость, наверное, в Омской области, три человека, которые попали в 300 человек по России, они сейчас поедут в Москву на финальный конкурс, трое наших омских ребят. Я, когда ездил в Новосибирск, встречался с ребятами, хочу сказать, это действительно элита, это ребята с образованием, ребята с амбициями, ребята с опытом работы в тех или иных там сферах, совершенно разных, готовы к диалогу, умеют работать в команде. И сегодня, недаром, я уже многих зазываю в правительство, какие-то министерства, департаменты, и знаю, и Оксана Николаевна, Фадина, мэр города Омска, уже приглашает тоже ребят из участников конкурса «Лидеры России». Ну, я еще раз хочу сказать, это золотой запас Омской области. Более того, мы сегодня прорабатываем вопрос создания, скажем, молодежного резерва для правительства Омской области. То есть провести отбор в наших вузах, в техническом университете, в других вузах города Омска, посмотреть в районах молодежь, да, и тоже приглашать их начинать на посты в муниципалитеты и на посты в правительство области. Такой губернаторский резерв. Ну, вот на самом деле, да, об этом были вопросы, потому что и «Надежды на перемены» связывают, и даже вот нам Егор пишет, вот даже красиво, я такой, как губернатор «Надежды», как раз тоже спрашивал, вот где искать эти объявления, вот про вот этот бурковский призыв, когда, куда вступать. Объявлены и в сетях, и по телевизору, коллеги. Нам для этого нужно вот как учиться у организаторов этой программы, лидеры России, и то, что президент Путин запустил эту программу, я считаю, такой, ну, лучшее из того, что было в Советском Союзе, когда отбирали, во-первых, было поэтапное продвижение людей по лестнице, да, там, в производстве, не знаю, там, в сфере образования, и был отбор, и была подготовка, поэтому здесь не просто сейчас вот призвать, надо же еще людей и оттестировать, и самое главное подготовить, потому что управлять сегодня там регионом, это не так просто, здесь нужна определенная специфика. И то, что будем делать молодой этот призыв, да, губернатор, это 100%. Хорошо, мы возвращаемся в колл-центр, чтобы, видимо, там принять уже какой-то заключительный звонок, и, так сказать, потихоньку на финишную прямую выходить. Давай, Володь. Ну да, уже пора подводить итоги. Режиссер нашей трансляции Лена Коршунова не любит, когда я употребляю штамм, телефоны раскалились. Я вот просто скажу, они взорвались уже давно, но, тем не менее, по одному оставшемуся давайте примем звонок телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представляйтесь и задавайте свой вопрос. Да, здравствуйте, меня зовут Юлия. У меня как раз вопрос характера спорта. У меня ребенок два года занимается в спортивной секции, и в этом году очень усложнилась процедура получения справки, вот допуск именно в секцию. То есть вопрос, как-то будет решаться, чтобы упростить эту процедуру, чтобы не было так сложно нам получить вот этот допуск и заниматься спокойно в секциях. Спасибо заранее. Спасибо, Юлия, за вопрос. Мы с вами понимаем, да, почему возникла такая необходимость обязательного контроля при поступлении ребят в спортивную секцию, потому что были трагические случаи. А вот то, что сейчас сложно, поэтому я хотел бы, Андрей Евгеньевич, дать слово министру пояснить, что происходит у нас. Чем обусловлена вот эта проблема? Спасибо. Ну, нехватка врачей данной специальности. Сегодня мы проучили 40 специалистов, которые смогут выдавать это заключение. Одна из основных проблем – это материально-техническое обеспечение поликлиник в частности эхокардиографа, которые обязаны быть при исследовании и обследовании ребенка при получении такой справки. Мы на 2018 год заложили же деньги на эхокардиографа. Да. Вот из тех денег, которые мы определяли, выделены на здравоохранение, мы в 18 детских поликлиник покупаем, в принципе, эхокардиограф. Это достаточно дорогая техника, стоимостью 3,5 миллионов рублей каждый. Поэтому, думаю, с этой проблемой мы практически уже справились. У нас с приходом новых докторов и этого оборудования мы вообще закроем. Ну, а вот все равно у Юлии стоит вопрос, а может нам посмотреть какую-то часть осмотров делать прямо в школьных учреждениях, как было раньше? С выездом не заставлять бегать мам с ребятами по поликлиникам? Мы отработали с Минобразованием и с Минспортом, особенно с Минспортом, с теми детишками, которые занимаются в секциях. Составлены графики, бригады врачей специально выделяются время в поликлиницах, где мы осматриваем этих детей. И там, где этот процесс в спортивных секциях и в образовательных учреждениях налажен, там у нас вопросов нет. Там, где возникает вопрос, мы подстраиваемся, стараемся, чтобы как-то очереди были меньше. Поэтому основной, конечно, вот этот накат, он ушел. Я попрошу нашей службы голосования остановить и готовить цифры к показу на экран. А пока, Александр Ильич, обобщу несколько вопросов, которые были к вам. Когда читаешь новости, о вас складывается ощущение последней недели, что вы все время в работе, 7 дней в неделю. Вот вы вообще отдыхаете ли? И удалось ли вам где-то в Омске побывать? Ну, сплю. Сплю. Ну, вот на лыжне был на 70-летие газеты. Поэтому два раза вставал уже на лыжи, так что отдыхаю за неполных три месяца. Ну, а побывать удалось. Был в драматическом театре на спектакле «Три товарища». Вот, буквально два дня назад был на концерте Дениса Мацуева. Ну, то есть, все-таки уже, как сказать, приобщился к культуре. И хочу сказать, уровень, конечно, у нас культуры достаточно высокий. То есть, кто бы что ни говорил, а слова, что Омск – культурная столица, подтверждаются. Могу подтвердить лично. Ну, спрашивать о том, как будете встречать Новый год, могу. Хотя, в принципе, я понял, что вы уже здесь прописались. Ну, наверное, как многие другие, как Новый год. Ёлка, сказка с ребенком, пельмени, да, у нас традиционные. Раньше дома на Урале делали всегда тройные. Медведь, кабан, лось. То есть, три вида мяса. Ну, а первого числа был спорт и баня. Ну, здесь уже первого буду на работе, поэтому баню уже придется отнести на вечер. Александр Ильич, мы итоги подвели нашего голосования. Ну, я должен попросить вас как-то прокомментировать. Удивило ли вас что-то? Дает ли какую-то пищу для размышлений? Ну, во-первых, мы видим, что большинство готово дальше жить интересами своей области, своей земли. Это 73%. Да, в сомнении находится практически одна треть, достаточно высокий процент. Но я думаю, сообща, мы с амичами эту проблему решим. И второй вариант у нас уменьшится. С 27 и будет приближаться к нулю. Другого выхода у нас нет. Нам нужно думать о будущем своих детей, о будущем омской земли и о том, как завтра будут жить и пенсионеры, и среднего возраста люди, и наши дети. Это главное. Ну, окончательно уже закругляя наш эфир, поскольку пошел третий час, я просто хотел бы попросить, Владимир Мутовкин озвучил цифры вот того объема звонков, вопросов, которые мы приняли как в течение этого вечера, так и до программы. Ну, в течение вот этих двух часов только в это время к нам поступило около 150 звонков. Но наши операторы просто не клали трубки на телефоны, потому что только положишь сразу новый звонок, и бесконечно этот конвейер длился. Это не считая практически 450 обращений, которые поступили к нам до начала программы. Ну, и я уверен, опираясь на тот опыт, который у меня есть уже, что будут поступать обращения и дальше, Я надеюсь, что этот формат, который мы сегодня пробуем, вот со всеми средствами связи, какие только возможны, он действительно показал, что достаточно активно люди включаются в него, и мы сможем продолжить. И те, кто не успел сегодня задать вопрос, смогут сделать это в дальнейшем. По крайней мере, это хороший, большой, полезный опыт и возможность для людей донести свои проблемы прямо до главы региона. Спасибо. Мы напоминаем еще раз, что все вопросы будут переданы в Управление по обращению граждан в правительство области, и на все вопросы будут даны ответы. Александр Ильич, ну, время подводить итоги. Ну, я хотел бы в заключение, уважаемые телезрители, поблагодарить всех членов правительства, глав муниципальных районов, которые были на прямой связи, и, безусловно, всех вас, дорогих телезрителей. Ну, и в канун наступающего Нового Года, наверное, поздравить с наступающим Новым Годом, сказать вам спасибо за вашу активность, надеясь, она будет так же высока и в следующем году, как была во время этой передачи. Ну, и в Новом Году пожелать всем, наверное, добра, тепла и света. Пускай в ваших домах всегда будет счастье и любовь. С наступающим Новым Годом! Новым Годом!